Сандкинг, Криксалис Сандкинг был обычным скорпионом в пустыне Калимдора, но почему-то развялся быстрее своих братьев, а вскоре вырос до гигантских размеров, и поэтому Король Мертвых призвал его защищать свой ледяной трон. Будешь у меня на побегушках, лишь тебе подскажет чё к чему. Не знаю о чём речь, но вроде надо охранять ледышку. Сандкинг, мутировав, не потерял способности скорпиона. Так, он способен зарываться в землю и появляться в неожиданных местах, а вырабатывая смертоносный яд, он способен взрывать своих противников. Некоторые говорят, что он может даже вызвать землетрясение, стирая с лица земли оказавшихся поблизости бедолаг. Яс, у нас не говорит, поэтому скажу я. Будешь много трясти землю, получишь в бубен. Ты меня понял? Да. Спокойствие, только спокойствие. Спокойствие. Там врываться надо уже, а я тут всё стою. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну достань. Хорош. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой. О-о-о. Вот это на вставочку. Сидишь такой и приуныл. Думаешь, с кем бы поиграть, да и не только. А тут, хоба, iCup Pro Discord сервер. Тут ты можешь найти ребят, с которыми тебе будет комфортно провести время. Игры, общение, стримы, новости, конкурсы, гайды. Всё это можешь найти именно тут. Discord сервер iCup Pro. Залетай. У нас весело. Ссылочка на Discord сервер будет в описании. О-ой-ой-ой. Пошло. Хорошо. МХ. Эд плохо. Эд получше. Не, ну это на вставочку, да? Ой-ой-ой. Вот это я раздал. Ком, 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 слетер. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Xenance. И сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы будем разбирать новый гайд, мы посмотрим на вот этих спонсоров, которых почти не осталось. И поблагодарим их за то, что они поддерживают. Ну и конечно же поблагодарим все, кто подписан на YouTube канал, на ТГ, кто лайкает, кто подписывается. Ребятки, всем огромный респект. А также не забывайте, что стримы стараюсь запускать где-то в 19, 19.30-8 часов по московскому времени. Те, кто туда залетают на стримы, получают нереальный уважительный респект за огромный онлайн. И конечно же, просто низкий поклон, ребятки. Всем спасибо, кто поддерживает. Отдельное спасибо тем, кто спонсирует, делает какие-то розыгрыши. Это очень-очень круто. Наводим суету на YouTube в комьюнити D1. Поэтому, ребятки, всем от души. Всем спасибо. Ребята, ребята, сегодня у нас очень интересный гайд. Очень интересный. На очень интересного героя. Ну, я не думаю, что вы догадались, какой это герой. Нет, по-любому вы не догадались. Потому что вы уже посмотрели историю этого героя. Вы посмотрели уже на вставочку. И это, конечно же, у нас Санкинг. Да, давайте тянуть не будем, а то я, как обычно, вот такой вот персонажик у нас. Крикселис, Крикселис. Сегодня мы узнаем, как работают его способности. Как работает Борострайк, как работает Саншторм, как работает Каустик в финале. Файнали, файнали или финали, не знаю. Каустик в финале пусть будет. И, конечно же, Эпицентр. Очень сильный герой. И, кстати, если, как бы, ну, вы сидите, руки убирайте от компа, потому что очень ядовитый яд у него. Очень. Очень опасный герой. Можете заболеть. Не рекомендую, поэтому гайд закрывайте и не смотрите. Потому что опасно, ребята. Можно заразиться ядом и взорваться. Ну, ладно, это, конечно же, шутка, вы понимаете. Мой плоский юмор равен моему плоскому уму. Конечно, ребята, конечно, конечно. Сегодня у нас мощная теория. Мощная. Досматривайте ее до конца обязательно. Ну, и, конечно же, сильная практика. Чтобы понимать, как работают способности на этом герое, не скипайте и досматривайте до конца. Поехали. Итак, ну что, друзья, подходим, конечно же, к нашей теории. И у нас сегодня, конечно же, очень интересные способности, как я обычно это говорю. Но герой на максимально простенький. Сегодня мы разберем моменты основные. Какие способности, как они работают. Как правильно пользоваться шифтом на этом персонаже. Ведь очень важно пользоваться шифтом на этом персонаже. Ну, и давайте приступим. Первая способность у нас Табуров Страйк. Качаем. Ходки у нас Е. Прокачали данную способность. И эта способность, это массовый стан, по сути. Но зависящий от того, как вы им пользуетесь. Также у нас тут есть определенное количество урона, которое мы будем наносить с этой способности. Ну и, конечно же, определенная дистанция, которую мы будем проходить с помощью этого специфического стана. Почему, спросите вы? Потому что вы сейчас это все поймете. Смотрите, вот такой вот у нас на первом левле подкопчик. Персонаж при юзании этой способности портуется с одного места в другое. При этом все, кто стояли на его пути, будут подброшены вверх, по приземлении оглушены и получат урон. Вот такая вот у нас способность. С помощью этой способности можно игнорировать какие-либо препятствия. То есть пусть это будут деревья, хайграунды, лоуграунды и прочая всякая тема. При этом эта способность ударит еще и в инвиз. Если кто-то будет в инвизе, то, естественно, вы еще увидите особый такой эффектик. Шип такой он будет немного выше и немного окровавленный. То есть это для таких, для зрячих ребят, кто знает, как это работает. Ну что ж, давайте теперь поюзаем на оппонента, посмотрим, как это все будет происходить. Вот образно тут есть у нас Doom. Обратите внимание, можно нажать таргетно, можно нажать на землю. То есть разницы особо нет. Но тут есть определенные фишки с линкенсферой. О ней мы поговорим немного позже. Можно нажать вот так прямо на оппонента и Санкинг прямо в него туда влетает, оглушает и по приземлению наносится урон. Да, у нас, кстати, тут даже по поводу стана вот этого я ничего не сказал. Этот стан, он очень специфичен. То время, когда персонаж находится в воздухе, это уже считается станом. И по приземлению также еще идет оглушение. Суммарное получается у нас 2.17 всего. Всего 2 секунды, 2 секунды 17 миллисекунд оппоненты будут находиться в стане, когда вы подкопаете его. То есть образно вот такой вот делаете вы проход и персонажи все подкопаны. Ну, очень, на самом деле, простенькое применение. Самое время нам разобраться, конечно же, по табличке, ребятки. Надеюсь, вы микромоменты поняли. Смотрите, вылазит табличка и смотрим. Дальность применения этой способности варьируется в зависимости от уровня прокачки. Это вы уже поняли, об этом я уже сказал. Она у нас будет такая. Дальность применения 350, 450, 550 и 650. То есть на расстоянии 650 единиц вы можете подкопаться. Это первый момент. Второй. Максимальная дистанция прохождения. 350, 450, 550 и 650. То есть это та дистанция, на которую вы можете подкопаться. То есть тут 2 графы, они, в принципе, максимально идентичны. Радиус 150 единиц. Исходя из радиуса и дистанции прохождения, у вас это все, конечно же, может сложиться и в максимальную дистанцию прохождения вкинуться. Вкинуться, сложиться. То есть вы понимаете, да? Вам можно будет цеплять оппонентов, не нажимая, допустим, не дотягиваясь до них. А вот где-то вот если вот вы рядом вот так вот сделаете, да, то есть казалось бы, вы не достанете, но из-за того, что есть радиус зацепа, вы достанете до врага. И, соответственно, это все складывается и получается у нас максимальная дистанция прохождения этой способности при том моменте, что вы хотите кого-то зацепить. 700 единиц, как написано, вот здесь вот, вот здесь вот, да. Вы понимаете, да? То есть из этого всего оно и складывается. Следующая графа. Урон. 100, 160, 220 и 280 урона. Очень слабенький урон. 280 на ласт уровне, это примерно где-то 222 урона плюс-минус без, вернее, с учетом сопротивлений. Следующий момент. Длительность оглушения 2 секунды 17 миллисекунд. Очень слабенькое оглушение, при том, что оно уже сложено из тех моментов, что персонаж в воздухе и он находится в стане. Надеюсь, это понятно. Монокосты, 110, 120, 130, 140, маны, перезарядка 11 секунд. Каждые 11 секунд вы можете использовать своего персонажа как хотите. Или убежать, или напасть, или проигнорировать какие-то препятствия. Вот такая вот способность. Как работает эта способность на БКБ? К сожалению, на БКБ данная способность не работает, как бы вы не парились. То есть вы при том, что даже на самого персонажа нажать не можете. То есть видите, вот этот звук должен быть. А вот на обычного персонажа можете нажать. Очень полезная, кстати, тема, что если вы боитесь промахнуться по врагу с таном, то вам достаточно просто, допустим, вот Дума у нас ходит. Да вам достаточно просто нажать на этого Дума, да. То есть если у вас будет хватать дистанции, то персонаж чётенько туда в него и полетит. То есть это очень удобно. А не пытаться, как говорится, по земле выискивать подходы к оппоненту. Следующий момент. У нас имеется Линка. Давайте 219 артефактик мы пропишем и посмотрим, как это будет работать с Линкенсферой. Блин, как обычно, вот этот баг. Не могу Линк подобрать. Смотрите, как работает это с Линкенсферой. Если вы нажмёте вот так вот на врага. Таргетно на врага нажмёте, то Линка собьётся. А если вы нажмёте вот так вот в землю, то вы подкопаете и Линку не собьёте. Держите в курсе. Вот такая вот фишечка. Это оглушение, которое у нас имеется от стана Сандкинга. Его, конечно же, можно развеять очень сильным каким-нибудь развеянием, ребятки. Ну и в принципе всё. Худый пайпы всё смягчает. Урон у нас здесь магический. Урона немного. Но способность сама по себе кайфовая. Я очень люблю эту способность на Сандкинге. Потому что с даггерами можно делать такие вещи. Вот так вот опрыгнул. Опа, двоих застанил. И всё. И можно ливнуть, потому что тиммейтов рядом нету и вас убивают. Да. Такое тоже в жизни бывает. На этом всё, ребятки. Погнали на следующую способность. Ну что, друзья. Следующая способность на нашем персонаже это Саншторм. Данная способность очень мощная тем, что можно унести огромное количество урона. Но есть огромная неприятная такая моментовая такая составляющая. Это, конечно же, ченнелинг. И невозможность этой способности использования где-то во время движения. И как-то, короче, вот такой вот смысл. Сейчас расскажу доскональнее по этой способности. В целом способность неплохая. И давайте прокачаем её. Хотки у нас R. Мы прокачали данную способность. И подходим вот так к оппонентам и смотрим, что происходит. Когда рядом кто-то находится, в этом радиусе, в радиусе 525 единиц, будет вот такой вот песочек. Да, видите, эффект. И посмотрите, все враги получают урон. Как только они отходят от этого песочка, то дэмэдж перестаёт на них действовать. И, конечно же, враги ничего не чувствуют. Самая интересная тема, которая у нас тут есть. Можно нанести огромное количество урона с помощью этого песка. Это первый плюс. Второй плюс. Конечно же, данная способность даёт невидимость нашему Сэнд Кингу. Это значит, что Сэнд Кинг во время создания этого шторма получает невидимость, что заставляет врагов покупать сэнтри или дасты. И самый большой минус этой способности то, что это чаннелинг. Пока Сэнд Кингу не прилетит что-то в лицо, или пока он сам не дёрнется, данная способность не прервётся. К сожалению, вот такая специфика способности. Но нанести урона можно огромное количество. Если просто стоять и кастить бесконечную эту способность, то там до 8 тысяч, хотел до 80 сказать, до 8 тысяч урона там можно нанести. Но, опять-таки, это же бред. Никто же не будет стоять в песке и сам хопать. Поэтому, ребятки, эта информация абсолютно не нужна. Ну что ж, давайте разбирать доскональнее эту способность. Поехали. Табличечка приезжает и смотрим. Анимация применения не нужна. Максимальная длительность 20, 40, 60 и 80 секунд. Я уже вижу, как ты качаешь песок на фул, чтобы стоять 80 секунд в этом песке. Гениально. Отлично. Максимальная длительность проверили. Радиус 525, то есть радиус всего вот этого песка, надеюсь, вы понимаете. Задержка до невидимости 0 секунд. Очень тоже важный момент. С помощью этого песка можно кайтить всякие станы венги, да, понимаете. Фаербласты, всякого Леорика там, всякой такой темы. То есть вы можете спокойно этой способностью кайтить, потому что 0 секунд задержка до невидимости, это очень много. Если у Баунти Хантера, да, с уровнями прокачки там от, по-моему, 0,05 или 0,7 секунд до 0,1 секунды, то тут сразу 0, да, 0,1 секунда. И вы сразу можете входить в инвиз. То есть сразу таргет можно скинуть с себя и что-то заивидить. Следующий момент. Это у нас урон в секунду. Очень интересная графа, потому что в старых версиях урон у Сан Кинга, во-первых, со второй способности по секундам был меньше, был меньше. Это первый момент. И второй момент. Это, конечно же, разделение этого демеджа. То есть сейчас на ласт уровне, внимание, первый уровень 25, второй, 50, третий, 75 и четвертый 100 демеджа, ласт уровень 100 демеджа в секунду наносится. Казалось бы, должен, должен демедж у нас наноситься так. 100, 100, 100. Но это тупо. И они что сделали? Они, вот эти создатели, что сделали? Они разделили этот урон на полусекундный урон. И это очень годно. То есть дамажит не так. Образно у меня сейчас первый левел 25, 25, 25. Не так дамажит. А дамажит по 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Понимаете? Это очень круто. Это очень круто тем, что у вас больше возможностей надамажить. Потому что с саншторма будут выходить оппоненты. Конечно же, если он, образно, как было бы по старому, да, по 100, по 100, да. Если он там успел выбежать в 0,90 миллисекунд и первая секунда не прокнул, то, естественно, он 100 демеджа не получит. Понимаете? Вот такая тема. Поэтому это годно. Следующий момент. Задержка невидимости после выхода. Очень тоже один из важных моментов. Когда сам Кинг вот так покастовал и хочет свалить, у него есть полторы секунды. Его не будет видно еще полторы секунды. Тем самым можно запутать врага. Они будут думать, а он еще, скорее всего, стоит в этом песке, а ты уже деру дал, тебя уже там нету. Понимаете? Вот в этом крутая фишка. Следующий очень важный момент. Монокосты. 60, 50, 40 и 30 маны. Всего 30 маны, чтобы немножко запесочить оппонентов. И перезарядочка у нас такая. 40, 30, 20 и 10 секунд. То есть длительность у нас 80 секунд, а перезарядка 10. Максимально нелогичная... Какашка. Хотел сказать плохое слово. Но максимально нелогично. 80 секунд стоишь, кастуешь, а 10 секунд КД. Зачем? Для чего? Объясните. Я лично не понимаю. Ну и что ж. Данная способность у нас блокируется к иммунитету, к заклинаниям. То есть нам все равно. То есть не все равно получается. БКБ оппонент нажимает. И, конечно же, дэмэджом вы его не наносите. Но как только БКБ кончается, дэмэдж потек. Следующая тема. Это, конечно же, это у нас магический урон. Данная способность изично блокируется, конечно же, худыми пайпами. То есть все смягчение работает. И самое-самое, наверное, то, что нам нужно знать, это, конечно же, ребятки, то, что данная способность наносит дэмэдж по 50% в 0,1 секунду. Да, получается? В 1 секунду. В 1 секунду по 50%. Ну, об этом я уже говорил. То есть не сразу секунду 100, 100, 100, а вот так 50, 50, 50, 50. Вы поняли, да? То есть, соответственно, что делает у нас вещь понимания, что на первом левеле, если 25 дэмэдж наносит в секунду, то в 0,5 секунды будет наносить 12. Потом 50 на втором, значит 25 в 0,5 секунды. Ну и так далее. 37,5 и 50 на ласте. Все, в 0,5 секунды. Надеюсь, вы это понимаете. В принципе, по этой способности все. Инвиз, чаннелинг, очень быстрый файт тайм можно кайтить и много дэмэджов. Поехали на некстовую способность. Ну что, друзья, следующая способность на нашем персонаже это яд. Яд, который апнули в 85-м патче. И тут у нас есть некоторые нюансики, которые мы будем сейчас разбирать. Нужно определиться, что у нас вообще делает яд, как он работает. И потом будем разбирать табличечку. Хотки у нас L, прокачали данную способность. Этим хотки я, если честно, не пользуюсь, потому что L, хотки, ну это, прикиньте, вот у вас вся клавиатура. Вам нужно дотянуться вот сюда, когда у вас рука вечно вот здесь. Я не понимаю, зачем это делается. И, если честно, вообще ничего не понимаю. И солнце светит каждый день, даже ночью нам и всем. Ребятки, третья способность на нашем персонаже очень сильная способность. Она апнута сейчас в 85-м патче. Блин, как я серьезно выгляжу, господиа. Где вы видели такие гайды? Только у Хиназиса. Welcome, bro, welcome. Come on. Смотрите, ребятки. Данная способность, во-первых, что она делает? Если вы добиваете крипов на лайне под этой способностью, крип взрывается, наносит определенное количество урона в зависимости от уровня прокачки и замедляет всех в радиусе на 25%. При этом, если вы просто не добили, а ударили какого-либо крипа, вы пробафаете его на этот дебаф, который будет висеть 6 секунд. И в течение этих 6 секунд, если этого крипа или героя добивают, он также взрывается. Если, если по истечении 6 секунд крипа или героя вражеского не убивают, то этот дебаф просто взрывается, скидывается. Работает в 50% дэмэджа, то есть наносит образно на ласт уровне 220, нанесет в радиусе 110 дэмэджа всем и замедлит на 25%. Надеюсь, вы поняли. И это еще раз разберем. По два раза буду повторять, потому что информации очень много. Ну что ж, прокачали способность. Давайте посмотрим, как она у нас работает. Первый момент, который нам нужно обсудить. Это момент, касаемый... Давайте апнутый момент сразу разберем. Апнутый момент, это у нас что? Это вот такая тема. Когда вы ударяете врага, вы его заражаете. Через 6 секунд этот враг взорвется. И в радиусе 400 единиц пробафает всех на такой негатив 3 секунды замедла. 25% замедления передвижения. То есть враг становится таким вот врагом для всех. Врагом для всех. То есть для своих союзников тоже. Смотрите, я ударяю. Яд накинулся. Через 6 секунд этот яд взорвется. Нанесет 50% от уровня прокачки по дэмиджу. Видите, дэмидж нанесся. И также еще накинул замедление. Поэтому это такой офигенный ап. Ап. Героя 85-й карты. То есть ап. То есть подняли этого героя. Понимаете, да? Не АБ. А АП. Уп. Ап. Ап. Вот. Ап. Понимаете? Ап. Окей. Этот момент вы поняли. Как эта способность у нас будет работать? Будет она перебафаться? Не будет перебафаться если я буду постоянно атаковать? Нет. Когда вы ударяете, если вы продолжаете бить, таймер идет с первой тычки. С первой тычки. То есть через 6 секунд персонаж лопнет, да? И замедлит всех в радиусе. Если он не умер, соответственно, он всех вот так вот пробафает. И постоянно можно перебафать. То есть самое правильное применение это вот такое, да? Вот ударили, персонаж вот вражеский побегал, побегал. У него только способность-то заканчивается. Вы его опять ударили. И вот так вот можете надамаживать по чуть-чуть. При том, что замедление офигенно. Некоторые неопытные игроки забывают про вот эту тему, что после удара Сент-Кинга через 6 секунд вы взорветесь. Забывают там, да? На лоу хп начинают хилку накидывать. И оно потом срабатывает. Они такие, эй, это как так? Почему? Почему так сработало? Я не знаю, почему так сработало. Вот такая вот, ребятки, тема. Запомните, что если вы будете постоянно бить, вы не будете перебафать и не будете настакивать. Это самый главный момент. Как вы ударили, через 6 секунд персонаж взрывается. Все. Это первый момент, который апнули. Второй момент, касаемо взрывов. Смотрите. Когда я буду вот так вот атаковать, я буду вот сейчас, да? Я вот на вот этих троих сейчас забафал вот эту тему. И, смотрите, сработало сейчас. И я добил еще. То есть можно сделать так, что сработает сам яд, потому что по истечении 6 секунд он взрывается, потому что юнит еще не умер. Сейчас он, смотрите, оп, взорвался, тут замедлил. Этот сейчас тоже подзорвется, но я его, по-моему, не бафал, да? Не бафал. И если я добиваю самого юнита, вот этого вражеского, то, естественно, он взрывается и накидывает на всех этот дебаф на замедление и разносит большое количество урона без потери дэмэджа. Без потери дэмэджа. Это очень главный момент такой, очень важный момент. Я надеюсь, вы понимаете. Ох, хорошо. И у нас юнит вздох от яда, который его добил. Вот такая тема. Если вы сами добиваете, вы наносите 100% урона и замедляете на 25%. Если персонаж не умирает от яда, то он в радиусе 400 единиц, так же, как и при добивании, просто в радиусе 400 единиц замедлит всех. Но дэмэдж будет 50% от данного уровня. Надеюсь, вы поняли. Все простенько. На творов, на вардов, на всякие руны это не работает, поэтому самое время перейти к табличечке, ребятки. Ух, как ярко стало, ё-моё. Табличечка выезжает. Радиус 400 единиц. Вы уже это поняли. Если я добиваю или кого-то бафаю, то в радиусе 400 единиц этот персонаж всех замедлит, конечно же, и нанесет немножко урона. В зависимости от того, умер персонаж или просто был ударен мной. Следующий момент. Урон при смерти. 90, 130, 170, 220. Это тот урон, который вы нанесете в случае, если вы добиваете сами под действием третьего спела, то есть, если вы сами бьете, сами бьете, да, то вы нанесете много урона. 220 на ласте. То есть, если вы именно добиваете, да, а не сам персонаж умирает, то, естественно, получается 220. Но получается урон при смерти. Сама главная фишка, то есть, урон при смерти. Урон при смерти от яда 220. Понимаете? В радиусе 400 единиц. Следующий. Урон по окончании действия. 45, 65, 85, 110. То есть, в половину слабее. То есть, обрадно, если вы ударили, персонаж будет бегать, он получит на 50% меньше урона, но и при этом же всем на 50% меньше урона нанесет и замедлит он, кстати, стопроцентно, так, как и должно быть. 25%. То есть, поняли? Стопроцентно замедление. То есть, тут замедление не делится, если вы добили или просто ударили. Понимаете, да? Поэтому я сказал стопроцентно. Понимаете? То есть, не делится. 25% замедлите. Следующий. Длительность эффекта. 6 секунд. То есть, если вы ударили какого-либо крипа или героя, 6 секунд действует этот яд. Он не перебафается и он не стакается. По окончании 6 секунд. Если персонаж умирает, естественно, нанесется большое количество урона. Это 220 на власти. А если он не умирает, то в половину. 110. Понимаете? Следующий момент. Длительность замедления. 3 секунды. На 3 секунды будет замедлен каждый, кто находился в радиусе 400 единиц. Вот такая тема. Написано, у нас тут блокируется иммунитетом к заклинанию. В принципе, таблички все, ребятки. Это у нас пассивка. Вы так уже и поняли, да? Магический урон наносится. И хорошо, смотрите. У нас вот тут такой вот думчик, да? И на него, посмотрите, не действует. Я не пробафываю его, к сожалению, не пробафываю во время того, как он находится в БКБ. А если сделаем вот так вот, то, соответственно, ему ничего не нанесется и даже не было никакого замедления. Обратили внимание? Самое прикольное, что, да, анимации сейчас сбились у нас и получилось не очень. Следующий момент, который у нас тут есть. Отключается истощением. Так как это пассивка, естественно, если вы ударите Санкинга с Сильверейджем, то он не будет настакивать на крипах вот эту тему. Я обычно как делаю? Я подхожу в пачку крипов. Раз крипочка ударил, два крипочка ударил, три крипочка ударил, четыре. Всех четыре крипов ударил, одного добиваешь и идет такая цепочка, да, если там хп не хватает у крипа, тык-тык-тык-тык, всем вот так вот дэмэдж нанес и очень быстро толкнуть можно лайн. Санкинг очень быстро толкает лайн, то есть два-три крипа ударил, подкоп сделал, все крипы умерли. Буквально за четыре-три секунды вы просто убиваете пачку и вот так можно быстро фармить. Тут убили, тут убили, там убили и все. То есть очень мощная способность. И это, кстати, еще и очень хорошо контрит персонажей, которые милишники. Я очень люблю играть против милишника на лайне на Санкинге, потому что реально очень сильная способность сейчас против милишников, образно там против какого-то Пуджа на лайне, да, то есть очень легко можно харосить и наносить очень много дэмжа. При этом еще есть лютое замедление. Следующая тема очень неприятная. Это у нас орбэффект. Естественно, сюда не получится собрать какого-то скади, вот образно вот у меня скади, да, смотрите, скади не будет работать, то есть у вас будет работать яд, скади работать не будет. Но можете, конечно, баловаться вот так вот, оп-оп, вот так вот ударили, там типа замедлили, но опять-таки это все не работает, да. Здесь будут работать только такие персонажи, ой, персонажи, такие артефакты, которые являются нейтральными, а именно там диффузил, да, возможно, молния, это все работать будет. Потому что, потому. Ну и что, дебаф нельзя развеять, написано, сдавайте, итем, 271, по-моему, нет, итем, дифф, не помню, какое там число, 242, 242. Хорошо, итем, диффузил, берем, вот это разбиваем, потому что скайди нам не надо, скайди купи, скайди, хорошо. И сейчас попробуем снять этот баф негативный, да, который дебаф называется вообще, вот замедла, оп, сняли, да, замедла спокойно снимается, ребятки, оно его можно подзаконтрить. Так что, вот такая, ребятки, тема, и в принципе, способность, надеюсь, вам понятна. Запомните, некоторые моменты, проговорим еще раз. Первое, это у нас является пассивкой, второе, это у нас орбэффект. Третье, если вы просто ударяете врага, то ему нанесется 50% меньше урона, и он всех по окончанию 6 секунд, если он не умрет, надамажит на 50% от уровня прокачки, и замедлит на 25%. Следующий момент, если вы добиваете, либо он умирает от яда, он, конечно же, у нас нанесет максимальное количество урона в радиусе 400 единиц, и максимальное количество урона, это, естественно, 220, ну и замедлит всех на 25%. В принципе, все. Вот такая вот у нас, ребятки, способность, крайне простенькая, и очень хорошо апнута на 85 патче. Погнали на следующую способность. Ну что, и самая интересная, и самая грозная способность нашего персонажа, это эпицентр. Данная способность позволяет после двухсекундной подготовки ворваться в какую-либо драку, и нанести огромное количество магического урона, при этом замедлить скорость атаки, замедлить скорость передвижения, ну и, конечно же, в определенном радиусе, да, разнести этот весь дэмэдж, и замедление, как я уже сказал ранее. В принципе, все. Самое, на самом деле, тяжелое применение в этой способности тут нам очень нужно понимание, как пользоваться шифтом. Для этого мы немножко позже разберем эту тему. Ну и, конечно же, поговорим о всех плюшечках, которые у нас тут есть, какой у нас тут аганим, и как правильно, в принципе, использовать данную способность. Окей, ходки у нас с С, прокачали данную способность, и что у нас будет происходить, если мы нажмем эту способность? Запомните, в течение двух секунд будет подготавливаться эпицентр, поэтому очень важно, очень важно, после того, как вы нажали ходки С, зажать shift и нажать движение, либо задать другое какое-либо действие, типа даггера или еще чего-либо. Это очень важно, иначе вы ни один ульт не кастанете. То есть, если вы думаете, о, кастует, кастует, все, побежали, побежали, а где ульт вы такие? И вот и все, поэтому вам нужен shift. После того, как вы нажимаете ultimate, это у нас С, зажимаете shift и нажимаете движение, либо другое действие. Пусть это будет даггер, пусть это будет что-то другое. Главное, стопроцентно всегда зажимаете через shift, эту тему делайте. С, потом нажимаете shift и нажимаете движение, либо даггер, куда вам нужно. тогда вы не собьете себе ультимейт. Ну, кто-то вам, конечно, может его сбить. Микро станчик, там, свапчик, станчик, там, лесной тролль, может, сетку кинуть. Да, а почему нет? И может вам прервать ультимейт, и все, вы укакались. Так что не забывайте, не забывайте, это очень важный момент, пользоваться нужно shift. как это будет работать именно в таких полевых условиях. То есть, образно, как я это делаю. Нажимаешь c, нажимаешь shift, нажимаешь даггер, нажимаешь движение. Вот, и персонаж сюда прилетает сразу же, и здесь начинает раскастовывать ультимейт. Это правильное применение. Еще раз, ребятки, учимся делать все с shift. Нажимаем c, зажимаем shift, зажимаем движение, и идем. Понимаете, да? То есть, если вам нужно движение, то вы нажимаете движение. Если вам нужен даггер, вы юзайте даггер, абсолютно c, даггер там, подкопчик сразу, r-ку туда. Вот, и вот примерно вот такая комбинация вот сразу получается. То есть, все максимально простенько. Максимально простенько. Ну что ж, касаемо вот этих микро моментов с shift'ами, мы разобрали. Надеюсь, вам более чем понятно. Нажали c, зажимаете shift, нажимаете даггер также через shift, и, конечно же, кликаете, куда вам нужно лететь. Либо движение, чтобы не сбить, соответственно, эпицентр. Надеюсь, вы понимаете. Ну что ж, я думаю, самое время выйти табличечки, потому что, в принципе, микро моменты мы разобрали. Видели, да, прыгаешь, как бы замедляешь, там скорость атаки, скорость передвижения, это все понятно. При этом еще и попутно наносишь урон. Кстати, очень немаловажный момент. С уровнями прокачки у нас ультимейт полностью прокачивается. Прокачивается именно количество пульсов. Также у нас есть очень интересная специфика на этом ультимейте. Это та специфика, которая позволяет понимать, зачем ему вообще в целом большое количество пульсов с уровнями прокачки. То есть, смотрите, у нас здесь ланая стоит, до нее ультимейт не достает, а ласт толчки достали. Это говорит о том, что наш ультимейт имеет с раннего толчка маленький радиус и по мере вот этих всех толчков радиус увеличивается, радиус действия ультимейта. То есть, если на первом левеле у нас радиус ультимейта с первого толчка составляет 275, то на ласт уровне будет составлять 700 радиус. То есть, вот так вот. Поняли? Вот так примерно оно увеличивается. Вот так вот. Поняли? То есть, в этом и прикол. В зависимости от уровня прокачки у нас увеличивается количество пульсов, соответственно, и увеличивается радиус применения данной способности надеюсь в этот момент уловили выжать табличечка и погнали смотрите время подготовки 2 секунды это именно то время которое вам нужно выждать перед эпицентром понимаете понимаете хорошо следующий момент который у нас тут есть это радиус за каждый толчок очень немаловажный момент который я уже упомянул ранее первый толчок у нас будет радиусом 275 2 325 3 375 4 425 5 475 6 525 7 575 8 650 9 675 и 10 700 агонимные мы пока не смотрим есть тут агоним много ним разберем чуть позже количество пульсов 6 8 и 10 10 пульсов вы будете наносить 10 пульсов первый пульс 275 радиусом и крайний пульс 700 то есть постоянно будет увеличиться вот это баба 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 да такое землетрясение и нанесете много дэмэджа ой урон за толчок всего 110 один толчок будет наносить всего 110 урона это крайне мало но под дискордом принципе приемлемо можно нанести 1300 урона спокойненько с агонимом опять-таки следующая момент моментовая составляющая это замедление скорости передвижения 30 процент на 30 процентов юнит будет замедлен под действиями п-центра в следующий момент замедление скорости атаки тоже 30 . и длительное замедление 3 секунды длительное замедление 3 секунды у нас эти замедления они не стакаются с каждым толчком он будет перебафаться то есть от 1 до крайнего толчка будет постоянно перебафаться таймер замедления и после крайнего толчка еще 3 секунды вы замедлите всех врагов в радиусе конечно же уменьшите им скорость атаки вот такая вот тема монокосты 175 250 325 и перезарядка такая 140 120 100 агонимную не смотрим не смотрим агонимно чуть позже так что вот такой вот ультимейт ребятки очень очень грозное оружие sun king я считаю один из немногих персонажей которые очень любят массовый врыв реально очень любят я сам вообще люблю этого персонажа это у меня один из тоже любимых персонажей которыми я люблю играть потому что мне очень нравится я очень симпатизирую этому персонажу он не очень симпатичен потому что он красивый он скан перон чик мне нравится скан перон чеки ну потому что я клешня вы поэтому и нравится еще не нравится все нравится следующий момент который у нас тут есть блокируется коммунитетом заклинанию конечно же всем юнитам у которых есть бкб ну плевать но единственно только замедление и скорость атаки будет уменьшена у врага случае если он находится в бкб это единственный прикол который у нас тут есть и это счастье для санкинга то есть в бкб вы сможете спокойно замедлить но дома же вы к сожалению не нанесете следующий момент который у нас есть это замедление развеять нельзя а именно то есть во время эпицентра естественно же само постоянно перебафается и развеять вы его не сможете но и в принципе в принципе ребятки есть еще один маленький микро моменте который у нас тут есть это касаемый толчков самих если у нас увеличивался радиус до с 1 по 10 толчок то у нас еще и есть небольшой интервал который представлен вот в этой табличечке обратите внимание интервал у нас будет уменьшаться по этим толчкам смотрите 05030 375 и 03 то есть толчки возникает с интервалом определенным да то есть он постоянно уменьшается с агонимом наш ультимейт будет работать еще быстрее агонимная мы чуть-чуть разберем позже также выкатим еще раз эту табличку ну и в принципе все максимальное количество урона который мы можем нанести без учет сопротивления это конечно же 660 880 и 1100 на ласти без агонима с агонимом немного побольше ну и что ж переходим наверно к агониму я думаю вы уже заждались давайте приобретем агоним и посмотрим как у нас улучшается ультимейт с агонимом я приобрел сейчас агоним и посмотрите какой красивый эффект санкинг как будто идет по песку или песок идет за ним если честно немножко непонятно но в целом очень красивый эффект мне он реально очень нравится обратите внимание какой классный эффект с агонима и он конечно же дает врагу понять что у ска есть агоним качка через гоним ста процентно будет сегодня у нас на практике ребятки и что у нас улучшается табличка возвращается первое что у нас конечно же улучшается так как у нас количество пульсов становится больше на два а именно было 10 стало 12 у нас естественно и радиус увеличивается радиус становится 700 775 и 825 радиус поражения то есть вы поняли да радиус немного увеличился количество пульсов у нас также поменялось обратите внимание по табличке если было 6 8 10 то А теперь на первом левеле 8, потом на втором 10 и на третьем 12. 12 пульсов. Это реально очень много. Ну и смотрите на перезарядку. Перезарядочка у нас тоже поменялась. Была 140-120-100, а стала 120-180 секунд. 80 секунд это очень быстрое КД. То есть буквально там, да, 2 пачки крипов, 3 пачечка выходит, у вас уже есть ульт. То есть понимаете, насколько это круто в динамике доты. Это очень быстрый калдаун. Это реально очень быстрый калдаун. Ну и касаемо другой табличечки, которая у нас тут есть, это именно толчки возникновения. Вот этих вот интервал, да, какой там есть еще. Помимо радиуса интервал у нас поменялся. У нас интервал становится такой 0.375, 0.3 и 0.25. То есть интервал у нас становится еще меньше при создании этих толчков. Вот такая тема. Но количество урона, которое вы можете нанести с агонимом, становится у нас, конечно же, намного больше. Ну, как получается, смотрите, на первом левеле, если без агонима было 660, то с агонимом стало 880. И на ласте, если было 1100 без агонима, то стало 1320 с агонимом. Это очень большая разница, на самом деле, в 200 урона. И, ну, 200 урона, и не считая того, что плюс еще интервал у нас стал быстрее, да, то есть у нас быстрее ульт начал работать. И, конечно же, больше радиус охвата данной способности стало. То есть полностью наш ультимейт становится лучше с агонимом. Поэтому вот такая вот у нас тема, касаемо эпицентра с агонимчиком, ребятки. Ну и, в принципе, все по данным способностям этого персонажа, который у нас сегодня в руках, ребятки. Главное, не забывайте, максимально четенько нужно пользоваться шифтом, то есть образно. Давайте докачаем вот сейчас вот станчик, и как это должно быть в полевых условиях. То есть, образно, у вас здесь враги что-то суетятся, да, давайте как-то их выставим, ну, вот так вот по красоте, да. И вот, образно, вот так, шифт сюда, опа, сюда подкоп. И вот такой вот врыв у нас и пошло, и, понимаете, все это под песком, и все это очень круто выглядит. И ультимейт у нас сейчас, к слову, всего первого левела, а мы вон сколько демэдж нанесли и полностью почти убили ланайку. То есть, вот такая, ребятки, у нас тема. Не забывайте, что правильное использование шифта на этом персонаже просто максимально необходимо. Ну и, в принципе, все, друзья. Пожелаю всем приятного просмотра данного гайда. Сейчас у нас начнется практика. Обязательно поставьте лайк за теорию, напишите добрый комментарий. Я знаю, вы любите писать добрые комментарии. Ну и, конечно же, ребятки, всех с началом нового учебного года. Всем пожелаю успехов в учебе, достижения ваших целей, которые вы себе поставили. Но не забывайте, что если у вас есть какая-то цель, нужно просто, вот знаете, работать на ней. Не сидеть там, знаете, ноги закинул на диване и думаешь, а что это мне это не дается? Делайте и добивайтесь успехов. Ну а на этом все. Теорию я окончил. Я пошел душить мощную практику. Обязательно досматривайте до конца и не поленитесь поставить лайк. Я постарался. Поехали. Так, ну что, ребята, первая игра у нас уже загрузилась. И первой игра мы сыграем то, как надо играть на Санкинге. Ну, опять-таки, это условное такое обозначение, да, то, как надо. Может, игра не пойдет. В целом и будет не очень удачно. Но мы будем стараться. Будем стараться. Самое главное. В общем, ребята, касаемо первой игры. Конечно же, первая игра с Санкингом через центральный коридор. Я очень люблю его спамить на центр, потому что на центре он тоже, в принципе, неплохо себя показывает. Против милишников так уж вообще по кайфу. Против Шторма хорошо себя покажет. И получится очень интересный геймплей на нем. Что ж, первая игра это стандарт. Мы сейчас сделаем стандарт. То есть для меня стандарт данного персонажа это, по сути, покупка Радиенса, да. Дискорд, Радиенс, Юл, Тревел, Дагерочек, конечно же. И там Октарин докупается. Да, это, то есть, вот такой вот билд моросящий, не прокастерский, не через Аганим. Аганим это уже примерно такой билд через вторую игру. Да, примерно вторая игра у нас такая должна быть. Вот. И смысл такой, что первая катка то, как надо. Что касаемо контрпиков. Ну, так как Санкинг это в целом все магический урон, то, конечно же, всякие персонажи, которые будут иметь магическое сопротивление, они будут для нас вообще, в принципе, ну, недосягаемой целью для убийства. Следующие герои, которые будут нам очень сильно мешать в игровом процессе, это, конечно же, Зевс. Это Сайленсер. Потому что мы не сможем кастануть ультимейта. Если даже сможем кастануть, то нужно будет очень-очень потеть, чтобы это сделать. Ну, и, конечно же, Пугна, который также ставит палочку. И, к сожалению, из-за палочки, из-за палочки, вы не сможете также кастануть. Вдруг вы статус прогуляли, вот ул палка стоит, а вы хотите вот сюда врыв сделать. Да, вот здесь начинаете кастовать, нажимаете такой ультимейт, и вам палка сразу вносит дэмэджи. Три секунды вы не можете прыгнуть в толпу. Так что, ребят, вот такая вот у нас тема. К сожалению, тяжеловато иногда бывает на Санкинге дать раскастовочку. Но так, в целом, персонаж хороший. Очень хороший. В старом гайде я играл в керри-билде. Здесь, скорее всего, керри-билда в этом гайде, ребятки, не будет по понятным причинам. Потому что, ну, керри-билд это фаново, да, но я, если честно, не очень хочу писать керри-билд. Как тогда, через БФ я там играл и прочее. Если честно, помню, в старых версиях мы всегда собирали там что-то такое на дэмэдж, да, и БФ там тоже был. Но, если честно, в этом гайде это делать не очень хочется. Хотелось бы сыграть догонового Крикселиса, потому что... Ну, сами подумайте. Вот первая игра стандарт, вторая игра эскейпер, прокастер, третья игра керри и четвертая маг. То есть, понимаете, да, ну, это крайне... Крайне тяжело все это отписать и укомпоновать вот это все в один гайд просто. Ну, сами понимаете, ребятки, да, вроде взрослые все люди, кто смотрят меня. Вот, и смысл такой, что, ну, не получится в один гайд запихнуть все, да. То есть, ну, поэтому выходят ре-гайды, да, почуешь что-то новенькое. История героя, вот эти всякие вставочки, то есть, над этим, как говорится, над этим работаю. Получается, и в целом должно быть все огонь. Так, кто у нас на минду будет? Это, возможно, будет так. Возьмем щиток. Там, скорее всего, либо пудж, либо снайпер. Вот так, напишем, я минду тоже еще. Ребятки, не забывайте подставить лайк, подписаться на канал. Спасибо всем, кто смотрит, кто поддержит, ребятки. От души. Всем спасибо. Всем спасибо, Рили. Приятно, когда поддерживают. Так, ну, возьмем щиток. Я всегда играю на Санкинге через Транквилу. Через Транквилу. Вивер агрессивный. Так, ну, мне еще танго пульнули. Спасибо. Спасибо, друг. Танго еще пульнул. Первая каточка разогревная. Но, я думаю, покажем здесь, как надо. Там пуш. Пуш на мид, скорее всего, пойдет. Скорее всего, на мид пойдет пудж. И это хорошо. Моя задача просто забрать руну и уйти. Сдраться тут не будем, все равно не забираем. Так, хорошо. Агирыч на миду. Ага, он так, на подроуме, да? Тройку берешь. На миду будем через тройку. Сейчас пуджать чуть-чуть, помусолим. Так, сделаем. Пуш сейчас, конечно, офигеет от того, что... О-о-о. Найс, фиссура, дядя. Хорошо, заразили. Еще. Перебафали. Там фиссурку, если положил, чуть поровнее. Я уже думал, качнуть нужно было стан, но оказалось нормальным. Так, но пуш тут ничего не возьмет. Потому что против милишников СК это просто бомба. Это просто бомба. Хорошо. Вообще не почувствовал даже. Обратите внимание. Хорошо. Так, это полтранквилы. Ну, надо себе куру брать, да? Прожочек сделали, искупите себе куру. Хорошо. И вот такой смысл. Крепочков подстакивайте, пуш там не ожидает ничего такого. Ох ты, блин. Ох уж этот пуш. А я не пойду дальше. А, у меня, ну у меня герой здесь не захотел проходить. Ну, вы поняли. Очень часто, кстати, беру мангусик на мид, чтобы можно было вовремя стана запихнуть. Так, ну пуджу я хп подслил. Он шакира, шакира уходит. Ух ты, какой хук. Ну, профессионал хук. Но тут надо мангус заряжать. Что на экстам берем? Конечно, песочки. С помощью песка я смогу подфармливать вне мида. Как видите, полная доминация идет на центральном коридоре. Я фармлю. Я ластхичу. При том, что ластхитится крайне вкусно. Не все, правда, но пойдет. Первая игра, тем более разыгровочная. Я пушу лайн. Пусть он будет немножко запушен. Франквилу купил. Франквилу покупай. Надо пуджу тысячечку дать сейчас. Хорошо. И крипа добить. Эх, не добил. Если б добил, сейчас комбо-вомбо было бы. Боттл. Манга. Оп, хорош. Пудж там все выцеливает. Погнали на нижнюю руну сбегаем. Посмотрим, что там. Еще пудж хочет. Панетка лежит. Кайф, руны никто не контрит. Никто не контрит. Идем пуджа убивать. А у него хп так, 400 хп. Это две тычки за медло. Кукай. Хочешь кукать? Не хочет. Ты, ладно. Хорошо. Регенемся. Регенемся. 100 ман. Там жесть как. Крипев. Обожаю. Вот так вот сделаем. Не достану. Тестанал хп вошел. А первый песок, он очень слабенький. В любом случае там, там либо пытаться микрить, но там суицид 100% нам был бы, мне кажется. Пока фармим в батлыгу. Пастовый даггер. Даггер может быть где-то к 10 сделаем. Мид не тяжелый, в принципе. Сейчас что-то под гангом от руны. Жалко, крип умер. Я там собирался от крипа ударить. Иногда очень хорошая стратегия, вы просто всех крипу заражаете, и потом нападаете. Прыгаете просто в толпу, все крипы бахают. Хорошо, гол. Тверто можно будет забрать. Тверто можно будет забрать. Задрать. О, здорово. Я ухожу отсюда. Я понял. Но за мной ракета летит. Не знаю, не успею я, наверное, подрегениться. Успею, наверное. Но ракета, по идее, не должна меня убить, я так думаю, не должна. КП у меня много. КП много. Не добил. Рот ваще, щаталь. Пошло дело, вивер. Недоразумение чисто. Как будто мы виноваты, что пуш суицидился сейчас. Серьезно. Это так выглядит, как будто, типа, мы, не знаю, стояли там, пытались его лос-хитнуть, и он суициднулся. Я замахнулся, не успел. Ничего не поделать там. Хорошо. Пойдет. Я не сдох, самое главное, на топе. Остальное мелочь. Самое главное, не сдохнуть на топе было в этой ситуации. Когда пуш пришел, это... Это крайне интересная ситуация. Так. Ага, спасибо за тпшку. Ааа, я понял. Фуру офф. Надо сделать. Фуру надо офф сделать. У меня тпшка, вон она полетела. Так, рунка. Рунба моя. Пытаться-ка остановить наглую к пуджам. Ультимейт. Так что заберу. Успеть может хукануть. Суицидится. Я так тайминги эти подрасчитывал, чтобы шесть секунд эти прошли. Ладно. Ну, в принципе, это была бы... Ну... Стандарт. Это стандарт. Можно выразиться так. Ничего в этом страшного нету. Это нормально. Главное, фармим. Остальное мелочи. Лучше один-три бегает. Рунба моя. Фармим. Будет ультимейт. Пойдем что-то делать. Ребята на боковых потеют, да? Рунба моя. 37 крипов. И сейчас, ну, не до фарм какой-то идет. Ну, и за беготни на топ, я считаю. Нанизу много времени потерял. Тоже. Самый кайф это в лейтгейме. На СК. Всю эту тему колотить. А именно под фармы. Под фармы крипов в лейтгейме. Прям кайфовый у него. Просто в пачку залетаете. И уничтожаете. По песочим чуть-чуть. Есть стратегия АФКшного Санкинга на миду. Это тоже играть. Просто тупо сидеть в песке. Весь мид. Бороться за центряки. Ну, это относительно такая. Стратегия. Я, кстати, могу умереть сейчас. Еще тычку дает. Хилимся и отходим. По идее, не умираю. Щиточек только я дропнул. Так, Вич Доктор. Hello, the connection. Дает тычку, я хиляюсь. Хорошо. Найс. Левел апнул. Крипов заразили. Он подходит. И получает. Люля-кебаб. Пойдет. Так, 1600 золотых. Тавр заденали. Пуджа убили. Все прекрасно. На ликтопу. Ща будем тут работать. Ууу, да нет. Там задушат они его, да? Оп, хотя бы на экспу. Хотя бы на экспу. Хотя бы на экспу. Че там, на миду крипи. Мид я снес. Ну, 47 крипчиков у меня имеется. Но это немного. 53 надо вообще. Это стандарт. 53 это стандарт. Не уверен, что даже сделаю их. Но можно углубиться. Прям для галочки. В каждом гайде стараюсь. Прям для галочек. Да, вот. Вот. Парм крипиев. Да, вот определенное количество крипчиков надо. Пойдемте в лес нырнем. Вот так вот. Ну. Бывает. При том, что это опять 5500 ПТС. Понимаю. Ладно, первая игра, как обычно, комом. Первая игра комом. Но это ничего страшно. Это ничего страшного. Хорошо. Даггер к 10. Главное, чтобы путь сейчас не подхукал. Песок заманкшен. Даггер к 10. 52 крипиев. Песочим крипов. Хорошо. Отпесочили. Даггерочек имеется. Щеточек скинем. Ребята, внизу душат. Ну, легкая получается, да? Самые лучшие зарубы. Это на стриме на Санкт-Кинге. Вот там вот прям пушка. Там прям пушка. Пойдем принимать. Пендранку пойди убиваю. Таггер у меня есть. Хорошо. Есть. Если это будет изи катка, то... Сорян. Как есть, так есть. Теперь можно в наглую работать прям. Запрыгивать куда-нибудь. Подстанивать. Сейчас на низ сходим. Заразили двух крипчиков песочим. Тот лопнет, этот добьется. Хорошо. И у нас почти есть ультимейт. Я начинаю сейчас сделать юл, потому что там есть, что кайтить. Можно сделать дискорд. Если у вас хорошие... Хорошая возможность пользоваться ультом, то, в принципе, вы можете собирать дискорд. Очень изично будет. Прям вы будете залетать каждую драку, уничтожать все, что движется. Это реально очень круто. О, здорово. Ну, по идее, за песочный вот тут. Под замедлом еще. Хорошо. Снайпер лота. Ух ты. Хорошо. Надо себя показать, если что, с блинка. Прыгнуть правильно. Вот это плохо. Хорош. Тут вариант такой. Если я выхожу, он меня убивает. Спектра идет, он ее убивает. Нормально. Так что хилимся, живем. Так что хилимся, живем. Меха! Меха! А и ульчика офигенно зайдет. Пойдем убьем яролета. О, найс, как раз хоста. Без ультимейта, мне кажется, можно будет его задушить. 500 хп всего. 500 хп всего. Меха! Ух там, какие сладенькие, посмотри. Сладенькие. Максимально осуждаю, что этот чел пишет. Максимально. А господи, почему именно я? А можно фиссуру там хотя бы, я не знаю. Видели, самкинг сам стан отменил. А что? Пуджа увидели, я увидел его. Но я думаю, ну вот тут вард скорее всего стоит. Знаете почему? Потому что Пудж прям так целенаправленно зашел. Причем он не стал хукать, он пошел просто хавать сразу. Давайте я лучше игнорал. Напишу, чтобы не видеть то, что пишет. Очень некрасиво получилось. Чуть и если бы фиссурку дал, я бы свалил скорее всего. Я уже думал, либо сюда сваливать, либо сюда. Но там снайпер не даст. Скорее всего вард вот тут стоит. Пудж нагло зашел и начал хавать. Хотя может и просто без варда. Зашел и начал хавать. Суть и дело не меняет. Нагло пошли. Но я думал, что-то может какая-то суета будет. Ну ладно. Неинтересная катка 5 на 4. Ненавижу такие игры. Реально ненавижу. Но это на гайде частое явление. Так, вот это можно уже продать. Вот это тоже можно уже продать. Взять вот так, вот так. Погнали. Вардов никто тут ставить не будет. Тут я буду подварживать походу. Я мидер, у меня должны быть слоты соответствующие. Не знаю. Он его выхиливает. Брэ-брэ. Если начнется суета, я тут как тут. Давайте накату вот это вот. Ясно. Вард стоит таки. Да, стоит вард. 100%. Вард стоит вот тут. 100%. Меня здесь никак видно не должно быть. Тут вард вот так чуть-чуть достает. Стоит вард. Все, я ушел фармить тогда. Тогда ушел я фармить. А ты что его убиваешь? Бласт, цешка, ультимейт. Маны хватает. Так, ну второй раз сфидел. И опять-таки, из-за чего сфидел? Вард стоит 100%. Вот здесь вот. Кастануть мне не дали. Видели сразу? Только начинаю кастовать, а не сразу рассыпную. Это говорит о том, что есть вижен. Есть вижен. Значит, вывод второй. Я девардить, естественно, не буду. У нас есть раз саппорт. Два саппорт. И есть, в принципе, вивер тоже четверка, да? Получается. Вот они пусть этим и занимаются. Я ушел фармить. Если у вас вот такая ситуация, ребятки, ну идите фармить просто. Не парьтесь. Просто уходите в фарм. Просто уходите в фарм. Просто уходите в фарм. Филинг сприн. Нифига себе, пуджа там убивает. Я один-единственный, наверное, в этой команде, кто фидит. А, нет, там пять раз спектра умерла. Обратите внимание, как я песок езаю. Я чуть-чуть отхожу, понимаю, да, дистанцию. И езаю песок. Чтобы крипы сначала в ту сторону уперлись. Потом в обратную. Потом в обратную. Мне до юла чуть-чуть осталось. Жалко, что их четыре. Меньше фарма собираешь. Меньше. Хорошо. Хорошо. Отлично. Так, и юл уже есть, в принципе. Ага, вардит. Вон, Алерия вардит там. Алерия вардит. Сейчас, за медло выскакивает. Если еще убиваешь, по кайфу. Оп, и за медло, под за медло. Найс. Гиролед там в аганим выходит. Есть и Улиус. 720 хп. Не, они эту игру все равно проиграют. Она будет скучно, неинтересно эта катка. Смотри, уходит. Я в инвизии иду, он уходит. Так, пойдем на центр. Можно вообще через телепорт. А нажми телепорт. Два раза сейчас телепорт нажимал, между прочим. Не знаю, почему первый раз не нажался. Оп, хорошо. Спайдер Кингдом. За пулку. Блин, забавно. Реально забавная озвучка. Забавная. Надеюсь, некстовые катки будут немного поактивнее. Потому что это какая-то... Такая... Такая даблкил. Нифига себе там делает вещи. Вард здесь стоит. Тэшку я не успеваю забрать. Надо в смоках работать. Перед песочинем. Крепочком подзаражайте. Оп, вот так вот и толкаете. Так, а как же мне тогда кастить? Если везде варды стоят. Пойдем. Пуджай, я убиваю. 900 хп. С ультимейта стычек. С песочинем. Желтый. Виролет летит до 1000 хп. Тут тоже вард стоит, что ли? Вы че, издеваетесь? Издеваетесь, наверное. Смотри, смотри, смотри. Пошел. Да-да-да, они все там завардели. Тараканы, а? Ладно, пойдем на низ. Вардят, пацаны, вардят. Но давайте тогда воспользуемся вот этой вещью. Че-нибудь да заберем. Камон. Чувак, он сдох. Что со спектрой? У него сейчас сработал триггер. Триггер. Я кинул ему юл для того, чтобы он никуда не делся, пока я не докастую. Пока я не докастую. Иначе, если бы я сейчас просто начал в тупую кастовать, он бы просто в лотар и побежал. А мне потом ловить его. Где он? Че он? Как он? И тому подобное. Поэтому кидаешь юл, кастуешь, чуть-чуть тайминг соблюдаешь. Чуть-чуть. Не обязательно прям овертайминг там держать. Хорошо. Взорвали. На активе просто душим вот так вот и все. Так, на топе суета. Но нет, ультимейта. 2700 у нас на копилочке. Ох, какой хуку пуджа там золотой. Все-таки в радиенс буду выходить. В радиенс. Пудж на рунку идет. Пока что игра складывается нормально. 2800, че-то как-то подгангиваем, убиваем. Гайся, ты наглый. Вот так сделаю. Чтоб он тебя не сбил. Пойдет. И песочим. Дальше. Ультимейт будет, убиваем кого-то. Вот такой геймплей просто у нас в Санкинге. И все. Простенький. Стандартный. Я выражаюсь это стандартный. Стандартный геймплей на Санкинге. Но можно сделать, конечно, этот, как его. Дискорд. С Дискордом, конечно, будет поинтереснее герой. Сам по себе будет поинтереснее. У него 1000 хп. 1000 хп у нее. Ну, попробуем. Хорошо. 1000 хп с прокаста забрали. Майпер какой. А этот меня не убивает. Пойдет. За ДП селив. Бедолажка на ПДЖ. Я опять сейчас хук поймал во время. Единицы. Хорошо. Отлично. Тут вот так сделаем. Вылезем. Там за Медлой. Там задушит. Поаккуратненько, быстренько с первого выпрыгнули. Пойдет. Пойдет. Давайте постараемся иллюзии поддержать до покупки радиенса. Снизу крипы подходят. Но я лес, с леса не вытащил радиенс себя. Хотя, если... Тебе получится сейчас записочить грамотно? Нет, не получится. Да, этот крип вообще уперся. Хорошо. Внизу очень много крипчиков. Прям аж кайф. Вот здесь сейчас заберем. Отлично. И ластовый крипуля. Внизу, ребята, зафармили. Давайте отведем кэмп. У нас пару летки выпало. Стакнуть 2Х. Давайте некоторые задания я буду со стрима выполнять в гайдах, потому что вы постоянно, блин, недовольны, не успевая все задания делать на стриме. Тому не ответил. Этому слот не выдал. Того забыл. И все. Я враг народа. Вот так вот и живем. Так, ну есть. Все. Хорошо. Снайпер, 1100 хп сия. Улетает просто с прокаста чувачелла. Так, ну что, у меня есть уже радик. Такучи. 23 минута, в принципе, неплохой затар. Что next нам соберем? Ну, next нам окторин, скорее всего. Окторин. Можно сделать форстав. Интересно, снайпер тут не будет вылазить. О! Давайте, знаете, что сделаем? Подбайте вот так. Что я? Одесса снайперсом. Ага. Иллюзия идет? Не успеваю я. Никак не успеваю. Как бы я не хотел, я там не успеваю. Хорошо. Интересно, что меня пудж. Да? Зацепил, я увидел статус на себе. И увидел потом пуджа. Спектра пропалило, да? Интересно они делают. Интересно. Хорошо. Интересные ребята. Ух ты, браконьер, что ли? Ты че? Ребята, спасибо всем большое, кто смотрит гайды, кто поддерживает, кто лайкает, кто залетает на стримы. Не забывайте подписываться на YouTube канал. Не забывайте залетать на новые видосы каждый понедельник и четверг. Не знаю, насколько меня хватит, но я уже год вывожу для вас видосы каждый понедельник и четверг. И это очень круто, что есть стабильность. 10 по МСК. Стабильно выходит какой-то новый видосик. Рад для вас стараться делать такие видосы. Знаете, что сюда зашло бы? Линка. Линка Акторин. С таким билдом душить. Вот. И че могу сказать? Всем респект, всем спасибо. Реально от души. Кто поддерживает, это круто. Поставьте просто лайк в знак поддержки моих слов и все. Этого достаточно. Этого достаточно будет. Буду благодарен. Так, 2200. Линочка, конечно, хочется. Интересно, как мы на ХГ будем заходить. Крипы покушали. Тавр. А, линк хочется. Муфты. Начнется суета, я прям Офигена могу прыгнуть. Суета начнется, прям круто, можно будет залететь. Но сейчас день. Днем чуть тяжелее запрыгивать, нежели чем ночью. Ночью легче, потому что обзор у всех меньше. Куч там стоит, да? Че, начнется суета. Ой-ой-ой, пошло. Хорошо. Задушили. Задушили. Снайпер, где же ты? А, вон он. Отдыхай. Ух ты. Че, шрапнелит меня? Крис, арак. Хорошо. Но санкинг такой, не догнал, да? Линочка есть, по кайфу. Хороший врыв был, но жалко не на вставочку, да? Нам же ж нужно еще на вставочку что-то сделать, правильно? Травела хочу. Прикиньте, два запиливания вот эти стаковятся, уф, сколько демеджа. Хайф. Сделаем травела и погнали. Сплитовать можно на санкинге прям по-кошерному, по-царски. Можно стики кинуть. Так, сделаем. Натопит суета какая-то. Тут вот так делаем. Немножко подфармили дополнительно. Ты там в меду веселуха, да? Сейчас полетим. Погнали в меду веселье. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Но плохой ультимейт на самом деле, но забрали хотя бы что-то двоих, нам нужно было в любом случае сливать кдшку, пусть будет. Команда играет. Легкая игра получается. Я умер. О, он выбрал спектру. А на стриме точно меня вы убили. Отвечаю. Пойдет. Что на экстакторин или линка, спросите вы? Ну, я думаю, выбор очевиден. Как думаешь, угадал? С выбором? Или нет? Тот смотрит гайды постоянно. Ребят, как думаете, угадали? Пугна вообще. Ну, пугна правильно делать, если на базу идти, да, собрался. Отдать хп, это круто. Это круто. Я в гайде напугнул относительно недавно, там вообще с Тараской, да? Аганим Тараской и поехала. Вообще забавные катки были. Так что, угадали, какой артефакт будет? Я думаю, не угадаете. Думаю, никогда не угадаете. Конечно же, Актарин, ребят. Ну, какая нафиг линка? Какая нафиг линка? Конечно же, Актарин. К ходу. Там что, путь шмабхашный, что ли? Не, вард ставят. Или путь там прыгает сюда куда-то. Здесь вижена нет. Вижена нет, он прыгает там. Конечно, Актарин, парни. Ставь лайк, если угадал. Ставь лайк, если угадал. Хорошо. Сейчас дособираем. Тут копейки, вот буквально. Лайн очень быстро толкается. Вот, вы просто пару крипов убиваете. Все. Лайн толкнули. Здесь подкопали, там подсыпали. Там жмыхнуло. Бабах. Все. Нету крипи. Золото очень быстро добивается. Добывается. Тем более, еще, блин, на Санкинге через Радиенс, это прям моросня тотальная. Все, вот и Актарин. Ну, 30-ая минута против 4-ых игроков такие артефакты. Такой прокаст я люблю. Пуч в афиге, наверное. Раньше как делали? Прыгали, давали подкоп и просто кастовали ультимейт в тупую. А я делал немножко по-другому. Я беру, прыгаю, закидываю. Юл, да, там, побил чуть-чуть, потаймил. Пуч-то укусит, может продержать, да? В тайминге и упрыгать на даггере. А тут можно сделать по-иному, да? Но хоть у меня и Радиенс, он так в любом случае не сделает. Но смысл в том, что поднял на Юл, кастуешь и спокойно принимаешь. Все, ничего делать не нужно. Зомбики все делают. Те, кто не видели гайд на зомбика, да? Зомбика в студию. Камон. Каме он. Хорошо. Веселый фермер на Санкинге получается. Все лайны, смотрите как. Туда пойдешь, туда пойдешь, там. Там соберешь, тут соберешься. Очень быстро, да? Обожаю этого Санкинга. Этим Санкингом столько каток камбэкнул в свое время. Каме щекает. Т2 ломать или идти помогать ребятам. Пойдем, поможем. Как-никак, надо додушивать их. Пугну убивает, прикинь. Бро, ну не успевай, да? и заюлить. Упс, задифузил. Во-о-о-о-о-о-о-о-о. Дифуз, конечно. Ну ладно, там аллерия в любом случае костанула Оп, в линку так хренакнул Что вивер делает? Вивер, брат, что случилось? Оба, смотри, как я умею Оба, смотри, как умею 2x 3x могу Орчит, ты, конечно, круто Снайпер 800 хп, блин Рудге Ну с Рудге сам уже шутки плохи С Пуджом уже шутки плохи Так, ну что, линка остается, да? Некстовый санкинг будет прокастерский Этот санкинг фермерский, можно так выразить Это плохо Это лучше Не, ну это на вставочку, да? Пацаны думали, драка за вард сейчас будет Но оказалось, что драки не будет И драка закончилась на том месте, ровно где она и началась Это санкинг А че, нечем сбивать там? Хуком он не попал Арчит, КД Шекель Нео Энгг Так, ну линочка И можно работать по оппонентам Прям дерзко 34 минуты и все выформил с раденцем На что потом можно заменить раденц? Желательно так и заканчивать Если у вас овер тяжелая игра, да, там образно Вам хекс нужен Берите хекс На здоровечко Так, погнали чуть подпушивать Затянулась катка Затянулась 30-ая минута Блин, Пугна хочет соснуть Там ребята Не, ну шансов там нету у них Вообще Хорошо Че, это Спектра на вставочку хочет сделать? Нифига себе Так, по топу идет вот этот санкинг По миду идет вот этот санкинг Тараканович Это ГГ Там даже Байбекаться нет смысла Даже нет смысла бубаскаться Все стороны подпушиваю Да, ну видите Первая игра Как бы получилось Немного скучновато Там вроде парень лагал Да, и ливнул Соответственно Ну, ничего страшного С этим ничего не поделать Ребят, к сожалению Это дота Часто у меня такое Почему-то на гайдах Хотя Я пишу даже уже Не на оверлоу ПТС Там не на 1К А не на 2К Там уже Я уже на 5, на 6 захожу То есть Ну, это есть везде Это есть везде, ребята Так что Вот такая тема К сожалению К сожалению Есть такое Так, у меня же Игнорал стоял Хорошо Крэбл 2 имеется Крэбл 2 имеется Крэбл 2 имеется Я, мне кажется Солью его все равно С руки бить буду Давайте попросим Помолчать Что-то В чате происходит У них Это жестко Ладно Почти на вставочка Есть там кто Опа, пудж Давай на вставочку Запиливаю пуджа Он думает, что меня кушает Жестко Пожалуй, тоже вот этого чела Забаним Не важно Не важно Какая национальность Важно Какой человек Везде есть Плохие И хорошие люди Запомните Никогда так не пишите Как этот чел пишет Не хочу показаться Там каким-то Да, там Овер правильным Но так и есть Вот человек Дурачок Да, вот он и пишет Что он дурачок Так что У него что-то вот заело Заело вот что-то Вот у него И все Что-то Заело Заело у него Прям жестко На гиролете GG Задушено Ребят, ну первая игра У нас получилась Немножко Ну, среднячок, да Next Вокатка у нас будет Прокастерская Прокастерская Поэтому мы будем Собираться через Agnim Discord Надеюсь катка будет Немного поактивнее Надеюсь против пятерых будет Все было повеселее Ну, а пока-то И кайфуем, е-мое Пока кайфуем Ой-ой-ой Вот это я раздал Снайпер успел уйти GG Ну, это первая катка Первая катка Получилась Вот такой, ребятки Стандартный билд Для меня Конкретно получился Это стандартный Именно для меня Если для вас Это не стандартный билд Не собирайтесь Так, собирайтесь Так Как мы будем Собираться сейчас Погнали Вторая игра, ребятки Заходит Не забудьте Поставить лайк Вторая катка У нас будет сейчас Проходить Через Прокаст А именно Именно Какой прокаст Просетевый Конечно же Мы будем собирать Agnim Discord То есть у нас Вся сила персонажа Будет Это наш ультимейт И наша Возможность Нанести Огромное количество Урона С помощью ультимейта Просто можно будет Реально прям Залетать Вот так вот делать И посмотрим Что из этого Будет выходить Катка будет потная Сто процентов Сто процентов Будет потная И я думаю Будет реально Очень тяжело Если там будут Ну Прям киберкотлетные Игроки То будет немного тяжеловат Масанкинги В таком билде Выигрывать Но если что Будем пересобираться В любом случае Я бы вообще Ну я всегда Собираю радиенс Реально Вот просто радиенс Это камбэк артефакт То есть если вы Там ну Сосаете минерали Делаете Да то с помощью радиенс Вы можете просто Быстренько толкать лайны Дополнительно Толкать лайны Быстро фармить То есть Санкинг Он вот Видели да На 30 минуте В принципе до 35 Я одел почти все слоты Это круто Это круто Так что Санкинг С собственной персоной Поехал Первый артефакт Это конечно же Транквил Второй артефакт Это у нас Будет Блин у меня Заноза походу У меня такие руки Вообще ужасные Если бы вы видели Просто рабочие Сейчас руки Максимально Ладно не суть Короче первое Что делается Это конечно же Транквилло Второе Боттл Третье Даггер Четвертое Дискорд И пятым слотом Аганим Да то есть понимаете Примерно такая тема Такая градация И надеюсь получится Ватные герои Там Лина вата Вот это вата Тут вата Очень радует Когда берут вату Против Санкинга Потому что можно Сразу разносить Но Пуч это не вата Пуч Ну в прошлой катке Пуч падал Очень хорошо Очень хорошо падал И если пятый слот Возьмет Какого-нибудь Аппарата Будет круто Байтер у нас есть Это Алерия Либо Тракса Ну Тракса Такой себе Байтер Лина прыгает Лагуну дается А Траксы нет Байт от Траксы Закончился А Алерия может пожить У нее промах Только Рики будет пробивать И Пуч Там в принципе Пуч убивает Всех Всех этих Вот всех троих Вот этих Пуч убивает Да вначале Если у него буст Хороший пойдет Он убивает всех Так что Сейчас посмотрим в целом У нас еще каточка Ооо Легион Это тяжело будет У нас еще каточка Должна быть вообще В четвертой позиции И я тут столкнулся С такой проблемой Я хотел Magic Build Но мне нужно Четвертую позицию Отписать А Magic Build Может считаться По сути вот эта Сейчас катка Которую мы играем Почему Потому что мы играем Через прокаст И всегда дополнительно Ну опять таки Это Magic Build Да Изначально Изначально Играя через прокаст Вы понимаете Да что это Magic Build В теории Да Сюда если еще добавим Догон То будет стопроцентный Magic Build Поэтому давайте Стремиться к этому И попробуем Magic Build Сделать в этой катке И посмотрим Луну взяли Ну у нас Ваттоватнейшая Вообще Просто Ватейшество Так Мангус Мангус Хорошо Хорошо Очень у нас Плохие герои Ну вот Чел говорит Селедку Селедку Сам пишет А сам Берет луну То есть Человек Говорит кому что делать А сам не хочет Вот это Осуждаем Ямит Ямит Если что Там Лина будет Вот так Напишем Скобочкой Ставит Да Жестко Пит Контора Что может быть лучше Против Легиона И Пуджа Конечно же Луна Тракса И Крономиконович И Конечно же Виндрочерович Ладно Я думаю Справимся Посмотрим Какие Насколько Актив Ну В лейтгейме Мы конечно Проиграем 100% Тем более Если тут Я сейчас буду Собираться Через прокаст То 100% У нас не будет Хватать дэмэджа Ну посмотрим Как пойдет Если что Будем по макре Играть Главное Выиграть Наша Бокатка Получилась Красивая Аккуратная Интересная Чтоб было весело Интересно Задорно Оставь Думать И умерь Ну да Ну да Ну это плохо На самом деле Что я сейчас Слил Стан Потому что Обычно Обычно Через тройку Надо тут Лину Через тройку Душить Я думаю Альти умер Сразу бежит Руну забирать То есть он Не бежит там С лоу граунда Попытаться Поточковать Да как-то Он сразу бежит Руну забирать Вот такие Тиммейты Я люблю Хорошо Хорошо Я дочек Пошел Я дочек Пошел На третьем Можно пытаться Ее убивать Если она близко Будет подходить Слэйвз Что первое будем собирать Вопрос хороший Франквила Или ботл Вообще Желательно Сапог Потому что Лина Очень быстрая Тем более Если она будет Еще и Спасивочкой То есть Она будет Разгоняться Это будет Крайне тяжело Ловить Ее можно Подловить Типа у меня Вот я стою Такой Фармлю Да Во Вот так Подловить Да Ее Замедлит Сейчас Еще раз Пробафал Еще раз Замедлит Во Спасибо Вот тут Нужно Поблагодарить За то Что не застилил Потому что Я потратил Все расходники Ну ладно Все Некролайт Прощен Искуплен Искупил Искупил Он Вину Свою Мотал Сапог Бери Ож Что Может Дождемся Давайте Почилим Немножко Почилим Немножко Дождемся Руну Хотя Блин Какую Руну Ждать Куру Вернее Пока Дождешься Блин Состаришься Она Летит Полдня Прогулял Уже Одного Крипа Хотя Мог Ничего Не Прогулять Хорошо Пройдет Ух ты Лежит Он Но с этой Тычки Я не умру Хорошо Боже Какой Он отвратный Да Просто Перехиливается Что происходит Вообще Этот Легион Это Конечно Что-то С чем Сколько Я Три Подкопа Ему Дал Выхиливается Выхиливается Чисто Выхиливается Чувак Так Ребятки Кстати Не забывайте По поводу ТДшек В описании Имеется Информация Также Увидели Интеграцию Те Кто Играет ТДшки Ребятки Не забывайте Добавлять Ботов Друзья Чтобы Поиграть Очень Интересно Сейчас Лайдер Сделали Они В принципе Ну как Относительно Лайдер Да Можно И 1 на 1 2 на 2 То есть Ребята Занимаются Парнишка Занимается Энтузиазм Молодцы Ребята Делают Вещи И Можно Плейть Прям Качественно Нагинг Очень Часто Играет ТДшки Вот Я Например Х10 Не люблю ТДшку Да Я люблю Обычную ТДшку Мне По кайфу Не знаю А Х10 Меня Прям Ну не Вставляет Не то Опять Таки Давно Я не Играл Давно Не играл В целом Если Есть Кому То Желание Парни Залетайте На Форум Не Забывайте В целом Пойдет Лина Страдает Меду Мне есть Ультимейт Я могу Попробовать Кастануть Стандарт В принципе То же самое Делаем Что и делали В прошлой Катке Именно Овним Да Блин С ультимейтом Ее убивать Да давайте С ультом С ультом В принципе Можно С ультом Можно Даже И в лес Пойдем В лес Пойдем Санкинга Говорю Напрягать Легиона Нужно Погонять Рунку Тут Забрали Пойдем Легиона Вардик Поставим Маны На стан У меня Естественно Нет Ага Вот Звела Ушел Значит Там Луна Душит Какой Легион Не надо Дядя У меня Маны Нету Была бы Мана Была бы Мана Был бы Другой Разговор Хотя бы Легу Отогнали От крипов Да От крипов Отогнали Правильно С дискордом Кажется Мне тут Будет Интересная Катка Вставочка Прям Такой Врыв В пятерых Прям Прикинь Да В пятерых Врыв Так Ну у Лины Вообще Все плохо Ну Лина Просто Ну у Лины Ну Лина Хорошо Джохон Не удается У Джохона Поиграть Доту Нормально Сейчас С яда Убьет Хорошо Доблкил Даже Нифига Себе Да мы Профессионалы Этой Игры Ах ты Что ты Делаешь Он уходить Будет У меня Стана Нету В любом Случа Прикинь Что делает Что делает Ребятки Не забывайте Подставить лайк Подписаться на канал Подписаться на тг Чтобы не пропускать Расписание Новых видосов Вообще В целом Видосы не пропускать Ребята Очень буду благодарен Если будете Поддерживать Главное Ваша И самая Лучшая Поддержка Это конечно же Просто лайк Подписка И все И все Это самое главное Что может быть Странно Почему Лина Не хочет Стан дать Лайк Подписка И этого Достаточно Парни Пойдемте Подстакаем Аккуратненько Чтоб можно было С даггером Сейчас уже быть У меня 2200 уже В этой катке Раньше даггер Но мидер Немного слабоват Поэтому сейчас Чуть полегче Так Встаешь И погнали На руну 2200 Арслон Арслон Типа Арсен Только Арслон Фига Арслон Брат Арслон Ребята Легионы Побежали Леса Фармить То есть Мало того Что один Легион Идет Руинить Фармить Лес Так Он еще И второго Легиона Берет Фармить Лес Да что там С даггером Так Хорошо Девятый Левел Есть Максим Песочек Все должно Получиться Почуть Мид Побьем И в Дискорд Выходим Он Наверное Не ожидал Такой Наглости Я Если честно Сам Не ожидал Настолько Наглой Ситуации Но ему Тут Некуда Вообще Деваться То есть Он Не сможет Критко Если Он Только Блинковаться Он Не Начнет Но Тем Не Менее Все Равно Так У нас Тут Смотрите 6-0 И Крип Стат Хороший Ой Я Вообще Хорошо Эту катку Иду Видимо Раскликался В первой катке Раскликивался Ну и Ситуация Да Лина Чуть Послабее Попалась В катке Путь Чуть Аккуратнее Играл Да Хорошо Записочили Тавар Сейчас добьем Пол Дискорда Есть Найс Еще Пойдем Подстакаем Еще Пойдем Подстакаем Так Хелм Надо Дропнуть Оп Вот так Прекрасно Два Стака Закемпаем Два Стака Закемпаем Правильно Правильно Смотрите Хиназеса Учитесь Правильно Разговаривать Два Стака Закемпаем Что там У нас Еще Было Ну Вся В таком Вот Плане Кемпа Застампкаем Кемпа Застемпкаем Всякое Вот такое И пойдем По песочим Чуть Чуть До Дискорда Правильно Мид сначала Толкнем Десятая минут 54 крипа И 6 Но Это неплохо Это неплохо Вот так Делаем Хорошо Одного Крипа Только прогуляли Очень жаль И пойдем И пойдем Сейчас опять В лес Стака Закемпаем Хорошо Я себе Нормально Тут подготовил Да Ситуацию Ну с Ребята Кстати У нас Неплохие Я вам Скажу Неплохие Что-то Как-то Я думал Хуже Будет Будет Так Стака Закемпаем Еще Можно Здесь Под Стака Закемпаем Пойдем Стака Закемпаем Чуваки Нормально Я себе Тут Стака Закемпал Хорошо Погнали Песочить Ой Какой Кайф Да Ребят Просто Как я себе Затак Закемпал Так Стака Закемпал Вот Видит Скорник Есть Видали Какой Стака Закемпал Оп Подамажили И пошел Песочинг Хорошо Пойдет Нормально Я золото Хапанул Ух Внизу Суета Какая Ну сейчас Полетим Ну сейчас Полетим Так Дискорд Есть Топорик Помойку Внизу Если Суета Начнется Я мне кажется Хорошо могу С дискордом Прыгнуть Алло Здорово Кто понял Кто понял Погнали Суета будет Суета будет Такой прокаст Хочу крутой дать Хочу крутой прокаст Не лоховской А именно крутой Чтоб вы понимали Ветка умерла У меня Рики палит По-любому Рики палит Да Рики за мной Шел Рики за мной Шел Пешкой Так Огоним Next Самый кайф Армор Посмотрите Какой 50% Смягчения Уже То есть Меня вообще В принципе Не пробивает Вот этот билд Этим и хорош То есть Дискорд Транквило И погнали Тоже Хрен Кто пробьет Сейчас Пойнт Бустер Берем Вот вместо Чего Только Да Ну Боттл Рановато Еще 13 Минута Нормально Так Времени Поэтому Продадим Стик Вечно Со стиком Тоже Ходить Нет смысла А в боттл Можно Какой-нибудь Полезную Руну Засунуть Через Сколько Интересно У меня Будет Агоним Как Думаете Вышел бы Еще Кто-нибудь На мид Кемару Ух ты Смотри Там Народу А то И путь Там Еще Го Го Бедная Лина Хорошо Что-то Мы вообще Разносим Профессионалы В игре Или мы Такие Сильные Или оппоненты Такие Слабые Ребят Я не знаю А что-то 7-0 Бегаю Лего Даггер Купил Да Хорошо Но Еще Не Вечер Там Лейт Мы По идее Так и Должны Душить Так как Там Лейт Немножко Тяжело Должно Быть Как видите У нас Немного Поменялся Билд Да Яула У нас Здесь В пули Нету Пули Яула У нас Тут Нету И Не факт Что Будет Делаю Агоним Фармливаю Будет Агоним Будет Хорошо Надо Ультимейт Слить Куда То Красота Прям Прям Красотень Хороший Прокаст Шифтанули Найсово Прям По кайфу Прям Красотень Была Прям Красотами Лего Внизу Дойдет Пойдем Чуть Поморосим Ух ты Пойдем Пошел Вард Ой Вард Тпшка Покупать Будет Пытаться Интересно Меня Убивать По идее Сейчас Замедло Вылетит Хорошо Все это под дискордом Самый кайф Что все это под дискордом Это под дискордом Задушили Задушили такие Там Топ Бруда Ломает Ладно Так Запилим Так Есть Огоним Почти Жесть Да че Так Жестко Мы Выносим Меня Это Пугает На самом Деле Ксачник Ксачник Сор А вот это все вот Вот это то что он пишет Это жесть конечно Слабий Напишу ему Слабий Так у меня очень сильный проказ Сейчас Огоним у меня есть Погнали Да че то изичные катки На этом гайде Вообще жесть Интересно Они камбэкну Ну пару раз Если сфидим Они камбэкну Пару раз сфидим На вставочку Надо прям Ультрус Ультимейта Прям кайф будет Кайф будет Команда На удивление Кайфовая Так Дискорд имеется Имеется Эгоним Можно сюда Зеленый меч Добавить Октарин И сюда Что нибудь Догон Или Эзериал Можно И останется Блин у нас еще Эскейповый Санкинг Должен быть Сколько Санкингов Тут должно быть И Вот Эскейповый Санкинг Это кайф Такая моросня Безагонима Безрадиенса Там на всяких Форстаф Невозможно Поймать его То есть Такой Должен быть Сейчас Санкинг Видите Сколько игр Должно быть На Санкинге Но К сожалению Просто Это физически Невозможно Все эти катки Сделать Невозможно Опа Хокай Хокай Его Хокай Я могу Конечно Прыгнуть Сейчас Зацепить Я хочу Прокаст Ребят Дать Красивый Прям Четенький Я мог Сейчас Цепануть Там Убивать Я хочу Прыгнуть Четверых Где-то Пример Четверых Пятерых Даже Сейчас Могу Зацепить Да Убить То есть Как бы Ну В чем Интерес Нету Интереса Погнали Мит Без Обид Хорошо По 200 Дэмэджа Я только ушел И драка Началась Да Ай-яй-яй Куда лоу хп Лего просто Фармить пошел Можно больше Спрыгать Но у меня КДшка Пока не могу прыгнуть 16 Апни Ни одного Ульта Еще Не дал Ох Хорош Запилился Чувак Тест О Ночь Как раз Вчетвером Сюда Выйдет И еще Кайф Будет Прикиньте Как можно Задышить Или нет Или дан Хост Мхасник Плюс Мхашник Хост Мх Можно поруфлить Над этим пацаном Мх Жалко Вот тут момент прогулял Да Врыва Он забавный тип Через что сразу мамку Мамку А мама моя Причем Причем моя мама вообще Что она тебе сделала Что она сделала Что моя мама тебе не угодила Она же тебя не трогала Вот так вот всегда Зашел в дотку Соизволь мамку Это предоставить На всеобщее обозрение Осуждаю максимально Таких челов Которые про мать пишут Не знаю Хотя сам таким был Не скрываю Но потом Но потом Но потом Когда становишься С 13-летнего В 28-летнем Возрасте Тогда начинаешь понимать Что ты несешь Что ты несешь Ублюдок Что ты несешь Так что ребята Осуждаю Так ну что Драк это будет Толпы На толпу Толпа на толпу Так вот так вот делаем Очень хочется Дать прокаста Ах как хочется Дать прокаст И с эпицентра Залететь В оппоненте Кав Вон там драки Да Ой-ой-ой Рики Рики бежит Рики живой Остается Грудка Там еще Грудка Там легион Будет прыгать И раздамаживать Опа Вы поняли да Как ультовать надо Честно я не понял Что произошло Но у меня сбился Сбился ульт И причем Я даже не понял Каким образом Лина Сбила Лина не сбивала Ничем С Движение нажал Может клавиатура Тоже потуплю Не суть КД все равно маленький КД маленький Так Ну вторая катка У нас идет Как по маслу В принципе Прокастерского Санкинга Что next Собираем Конечно же Скорее всего Октарин Это будет Ребят Скорее всего Это будет Октарин Это будет Октарин Скорее всего Я так думаю Жесть Сколько тут Паучков За пауков За спайдер Кингдом Спайдер Кингдом Дядь Жесть Конечно СК Контролит ее Четыре тысячи Золотых Делиги вон Интересно Так Стак К ним Отходим Да Отстакаем Сбегаем На руну Спайдер Кингдом Можно Дагон Собрать В принципе Лего БМ Лего БМ Можно БМ Сделать Дагон Вернее Можно БМ Сделать Говорит Можно Дагон Сделать В этой катке Тупо Я сейчас Могу В 40 Фрагов Выйти Здесь Примерно Ну Задушить Просто Я хочу Спрокат Залететь Красиво На вставочку Можно Не залетать На вставочку Можно Сдагона Просто Покелять Давайте Так и Сделаем Наверное Что Теряю Что Теряю Хорошо Дагон Двоечка Вот Это В помоечку И Кимар Идет Там Сверидистами Шансов 0 Попаду Еще раз Будет ТП Давай Тут Нету Прикинься Убил бы Сейчас Вот Вот Ор Был бы Он Кричал Меха Вон Куда Там Забрал Траксу Тоже Убили Где Стан Стан Не Завезли Так Дагон Есть Дагон Есть Погнали Хорошо Погнали Короче На макс Киллы В этой катке Найс На макс Киллы Погнали Но как обычно Но этот гайд Ребятки У нас будет Такой Походу С ливерами Хен Опять гайды На раках Пишет Главное Чтоб весело Было Сегодня Потных каток Походу Не будет Слушайте У меня были Такие гайды Где были Вообще Непотные Катки Походу Вот это Вот и есть Этот гайд Походу Это и есть Этот гайд Непотные Катки Дагон 4 Есть С прокаста Кстати Я так и не работаю Типа Тут негде Работать Прокастом Блин Вот какие Катки На стриме Да У меня На Санкинге Вот это Конечно Небо и земля Эти катки Какие-то Нудные Сейчас идут Так Ну В 40 фрагов Не выйдем уже Потому что Челы ливают А жесть 10 34 Как я там Горил в начале Ну потная По-любому Будет Потная Проверяем Потная Проверяем Тем не менее Катка Санкинг Прокастер Имеется Санкинг Прокастер Могу В крипов С ульта Запрыгивать Потому что Оппонентов Нет Хорошо Мид ковыряют Да Я низ По чуть-чуть Подпушу По чуть-чуть По чуть-чуть Лина Лего С БМом Бежит Через всю карту 6 Погнали Сейчас Наше время Настало Наше время Настало Или нет Или дан Погнали Весь прокаст В Лину Просто Нафиг Пайбэк Ну ничего себе Команда Каких-то Профессионалов Как обычно С яда умрет Даже не с яда А так Я даже не знаю Даже не знаю Что тут сказать По поводу Этой игры Билд Незаконченный Гем надо взять Кстати Это от бруды Давайте гем Возьмем Рики Бруда Гем Хорошо Зайдет Ну и В принципе Ну прокастерский Билд Я не знаю Я думал Будет повеселее Тем не менее Тут старт Намного лучше Чем в прошлой катке Да Ну Для понимания Как играть На санкинге Да Ну в принципе Я думаю Этого достаточно Будет Достаточно Так что Пусть будет Оставим Если что Много игр Сыграем Это вторая Может Четыре игры Где-то Одну потненькую Это точно надо На вставочку Потненькую Каточку И на вставочку Надо Ребят Как-то без вставочки Это как вообще Катка Без вставочки Вообще Никуда Не годится Лего БКБ Делает Погнали К пацанам Погнали Надо прокастер Давать Жесть У меня сейчас Столько демэджа На самом деле Магического У меня Очень много Сейчас Ультимейта Дамаги И очень много Сдогона Еще могу Нанести Так Никролайт У нас Наигрался Походу Да Бывает А нет Не наигрался Еще хочет Ладно Погнали Копра каста Дадим Ух ты Бруда Там сидит Видел я Бруда Второго Вау Вау Жестко Опять Ракми Играющий Так Кому прокаста Сунуть Очень хочется Хорошо Ах ты Хотел я Сдогона Его Не дает Закрисил Хотел я Его Сдогона Но Эдгг Не знаю Бредовая игра Максимально Бредовая 30 минут Я даже С ультимейта Не прыгал Ни разу Это вообще Что такое Ну и тем не менее Билд я в принципе Подсобрал Ну Ребят Какая есть игра Такая есть Может быть будет Больше игр Тогда на Санкинге Сделаем Легкая Максимально Изичная катка На СК Через прокаст Даже в принципе Я и не поиграл Даже можно так сказать Ребята там Сами тоже Команда что-то сделала Лина слабоватая Была в миду Ничего не показала Но и Ладно Погнали Некстову Что-нибудь Некстом Придумаем Надеюсь Будет Интереснее Ну что ребята Некстовая у нас Загрузилась И сейчас мы пойдем Прийти в игру Я хочу Посаппортить Если честно Немножко хочется Посаппортить В этих катках Но Не уверен Нужно ли Это делать В этой игре Но в принципе В любом случае На 7 и 4 Сейчас сыграем Пойдем на боковой лайн Пойдем на нижний лайн Или на каком-нибудь Таком лайне Встанем И немножко будем Напрягать Или сосировать Пока если честно Непонятно Ну в целом Я надеюсь Вы понимаете Смысл Данного Игрового Процесса Погнали Взяли там Рубика Мы берем Санкинга И идем Это третья игра К сожалению у нас Первая и вторая Игра Не очень интересны Были даже по сути На вставочку Ничего не было Не считая того Что я там Под колодец залетел Да три полкил Сделал забавный Сдох Но типа Не суть Постараемся Что-то сделать Интересное Поэтому погнали Ребята Драфтят Драфтят И поехали Что это собирать Будем тут Ну если мы Саппорт Твоя идея Мы должны Собрать Аркану Но я Аркану Вообще никогда Не беру На Санкинга Потому что Я всегда играю Через вторую позицию А именно Через центр И поэтому Никогда Такого особо Не беру Но посмотрим Сейчас как Будет по игре Если что Возьмемся По стандарту Если нет Возьмем Другой билд То есть Не проблема На самом-то деле Санкинг Такой вот Он всегда Хорош Знаете Вот первая игра У нас была Через радиенс То есть Там не было Дискорда Там был радиенс С юлдом Вторым слотом Да По сути Этот билд Для меня Дефолт Конкретно В любой игре Будете вносить Много импакта Если будете Собирать Всегда Дискорд То есть Дискорд Это прям Пушка Для Санкинга Прям Прям Идеальная Вещь Для того Чтобы вы Как-то Раздамаживали Смотрите На наш пик У нас К сожалению Нету Никакого Керри Да И там Антимаг Вот антимаг Будет проблемой Не сможем Мы особо Много наносить Ему урона Поэтому Немножко Будет проблематично Все ребята Раскачаются Будет тяжеловато Но посмотрим Сейчас Может быть Тут Что-то Произойдет Восьмой Слот Возьмет Нет Не взял Ничего не Произошло Так Ну и Самый Интересный Вопрос Кому Здесь Саппортить Да Центр Есть Кто Ли я Пойду Сфа Унижать Вот так Спросим Если Никто Не против Я пойду Просто Смотрите У нас Пик Такой Саппортить Особо Некому Так что Ладно Я понял Погнали Сфа Колотить Ва Пойл Ладно Ладно Третья катка Пойдем Еще раз На мид Хорошо Вот так Напишем Ребята Чтобы они Понимали Главное Забрать Рунку И Сф На самом деле Легкая Цель Для Сандкинга На третьем Уровне Мы должны Его пытаться Убивать Потому что У нас Дистанция Будет Получше Подкопа И дэмэдж И замедло Будет Очень хорошая На победку Ну и У нас Должен Быть Какой-то Билд По типу Эскейпера Да Как первый Билд Только С форстафом И еще Чем-нибудь Там Дагон И всегда Был В той Каточке То в этой Каточке Не знаю Можно через Эзериал Сыграть Чтобы именно Соло Таргетить А может Эзериал Дагон Сделать А может Вообще Керри Билд Хоть я и Говорил Что Керри Билда Здесь не Будет Опа Сеточка Давай Дядь Хорошо Сейчас Будет Замедло Замедло Дядь Пошло Замедло Хорошо Три секунды Замедло Вот и Все Вот и Все Оп Найс Тычечку Даешь Сф Чика Замедло Тычечку Сф На Замедление Хорошо Как думаете Сф Выиграем Тут Смотри Какой Сф Не добью Очень Жаль Так Стики Надо Сразу Возьмем Снизу Придут Сейчас Хорошо Отлично Сф Пока Что Ласт Хитит Хорошо Чуть Не дождались Мы К сожалению Еще Тычку Даешь Не дает Не дождались Мы Чуть Чуть Третьего Левела Чуть Чуть Не дождались Ой Ой Вот Эта Ошибка Уз Дальнего Хвела Я Умираю По идее Жесть А у него Маны Нету Маны Оказывается Нету Вот Так Вот Так Нужна В И вот Так Хорошо Ну Вот Это Сейчас Я Мог Забрать Его Но Что Это Как-то Не Под Рассчитал Ну Ладно Ничего Страшного Если Честно Я Подустал Я Не знаю Я Гайд Этот В течение Недели Пишу Потому Что Очень Много Квестов Дел Дел Очень Много Монетка Неплохо Добылкил Ребят Опа Тут Походу Интересное Будет Да Ребят Смотрите Оппоненты Давят Нас Ребята Фиданули Но Мне тут Вообще Нельзя Ошибаться Потому Что Будет ГГ Если Буду Ошибаться Будет Некомфортно Но Надо СФ Жучить Сейчас Третья Четвертый Левел Надо Его Подловить Крепчиков Позаражать Крепчиков Если Позаражаем Опа Че Так Подходишь Хорошо Этого Добиваем СФ УГГ Все Не Вывезет Очень Глупо Он Сдел Он Подошел В пачку Крипов Когда Я Крипов Она Заражал Забрал Я Уже Я Заразил Крепчиков И Убил Его Крепчиков У меня Мало Всего 9 Надо Лас Хитить Ребят Надо Лас Хитить 12 Что Я Забрал Руну Но Что Это Как-то Рубик Не Покликал У Меня Триггер Сработал В голове Я Пойду Посмотрю Есть Там Что Нибудь Еще Или Нет Так Ну Что СФ Будем Драться С тобой Или Нет Будем Мы С тобой Драться Он У меня Койлом Будет Зонить Сейчас Хорошо Отлично Я Кстати Умер Не знаю Зачем Это Делаю Реально Я Не Соображаю Что Делаю Пацаны Серьезно Но Из Этой Катки Будет Потная Игра Я Вам Говорю Я Не Знаю Зачем Я Это Сделал О Че Это Паш Купил Но Я Просто Сижу И Делаю То Что Делаю Не Знаю Ладно Ничего Страшного Это Все Мелочь Реально Сижу Не Сображаю Что Делаю Давай Бх Туши Его Стики Не Жал Даже Нет Смысла Какой Смысл Там На Сф Ожать Стики Сф Не Сильный Тут Можно 05 07 Его Оставлять Хлабенький Игрок Но Я Просто Не Соображаю Что Творю Просто Но Че Это За Игра На Сф Койлами Да И Все Это Все Что Ты Можешь Это Все Что Ты Можешь Сейчас Я Его Просто Про Каста Убью Подойдет Умирает Надо Сапог Подойдет Умирает У меня Просто На Койле Пытается Держать Все Это Я Как Там Хорошо Хорошо Ой Да Все Рано Попал Это Серьезно Он Боится Не Подходит Понимает Понимает Надо Действовать Нужен Сапог Убиваю Его По идее Хорошо Вот и Весь СССР Так Там Килинг Сприкта Тоберет Да Не Так Ну Мне Нужно Транквилу Давайте Себя Куру Купим А то Я Что По КД Куру Таскаю Манго Возьмем Так На топе Никого Нету Хорошо Надо Чуть Активнее Раскликиваться Да А то Что Я Как-то Уныленько Играю На самом деле О ДДшка Неплохо А да Активненько Активненько Плавить Подрегенимся Можно С ДД Напасть На него Сейчас Пойдет Не убьешь Ты меня И уходим Сентри Стоят Здесь Вот здесь Тычка Не должна Была Дойти До Меня Так Ну Что Там Ребята По КД А Зомби Прикиньте Зомби Плюс Вивер Это Жесть Какая Комбинация Ну сейчас Пойдем Пробежимся Поможем Чуть 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 Поможем Так У меня Сейчас Проказ Будет Снова И Можно Будет Сф Немножко Подраконить Еще Еще Разочек Убить Сф Чуть Он Ватный Можно Работать Смока Возьмем Так Сделаем Опа Сф Пришел Будет Кату Денайти Хорошо Чуть Подамажили Чуть Подамажили Хорошо Сейчас Вардик Ткнем Опа У меня Это Ульт Есть Надо Было Работать Он Сам Не Ожидал Что Я Так Пойду Хорошо Еще Еще Раз Сфидел Ска Ну ты Дно Сейчас Напишет Может Вырубишь МХ Какой Я Нахрен МХ Чувак Погнали Сбегаем Куда Нить Ребят Надо Так Ну Вивера Надо Помочь Да Задушить Энигма Чего Небудь Нажимать Будет Малыш Пошел Хорошо Ой Как Не достал Та Ё-моё Похилю Дядь Я его Засейвил По сути Да На На Энигме Да Я его Просто Выхилил Как Мистер Хиллер Жесть Но Я Свою Ошибку Что Не достал Станом Да Перевернул В Шодоту На самом Де Просто Вылизывал Ему Подхиливал Так Но Мне Нужно Добить Тагер Здесь Блин Это Неплохо Хорошо Так Вард Меня Сняли Там Сын Трячок Был Пойдет Ребят Дагерочек В боковом Сейчас Купим Ой Ну Как же Так Блин Не поверите А Все А Надеюсь От Реконект Не Поверите Я Это Играя Уже Четвертую Игру С Прошлой Я Вышел На Четвертой Минуте Потому Что Парни Постоянно Ливают Ну Как Ливают У кого Лаги Еще Что Ты Вот Блин Так Некомфортно Когда Кто У кого То Вылетает Да Я Не Хочу Играть 4 на 5 Две Игры 4 на 5 Я Играл В Гайде Это Ну Это Типа Блин Ужастик Почему Потому Что Там Ваты Много Много Ваты Посмотрите Оооо Жесть Только Антимаг Проблема Антимаг Проблема Вардик Стоит У Сф Так У меня Ульта Есть Еще раз Сф Можно Убить Хорошо Хорошо Замедлился Отлично Отлично Там Драка Внизу Да Мне Крепочка Втолкнуть И я Пойду На Руну Жесть Там Суета Надо Уже На Руне Быть Хорошо Найс Руна Гоу Поехали От меня Польза Будет Тут По-любому Если Вы Че Тут Так Бычите Будет Мана На Стан Отстанем Хорошо Вот Это Прям На Шот До Туда Прям По Красоте Жесть Левел Ползет У Меня Ну Дискорд Есть Ребят У У Нас Правда Низ Упал Эх Надо Там Тычку Дать Хотя Тавер Мы Наверное Забрал Так Дискорд У Нас И 270 Хорошо Шишир Так Ну ТПшку Не будем Сливать Погнали Пешком Пока Станкинги На Меду Фармят Я бегу Пешочком Это Сюда Next Иул Делаем Тут Видите Билд Немножко Другое Если Тогда Я делал Дискорд Да Сразу Ой Дискорд В Иул Выходил Тут Я вышел Дискорд Поговорить Поэтому Делаем Такую Вещь Дискорд Шаман В Меду Да Но Через Проказ Будем Ложить Сэф Еще Подойдет Сейчас По-любому Сэф Сэф Вот Иду Иду Дальше Хорошо Прыгаем Ну Наверочку Чисто Хорошо Прокатило Чисто Наверочку Отлично Вроде Неплохо Да Ребят Вроде Неплохо Неплохо Варды Стоят Блин Не знаю Надо было Мне Я что-то Про Дискорд Провтыкал Рассеянные Очень Микростаны Дай Энигма Ну Тут Кстати От прокатства Пока Будет Работать Оппоненты Давят У нас По игре Все Не очень Хорошо Next Делаю Ну Стандарт Будем Делать Тут Стандарт Тут Прям Кайфовая Катка На Стандарт Стандартный Геймплей Там Антимаг Еще С Вампиризмом Володьку Делает Володьку Делает Парень Так Все нормально Все пишется Ребятки Обязательно Поставьте лайк За гайды Я очень Благодарен Когда вы Ставите Лайки Реально Спасибо Всем Кто поддерживает Очень приятно Когда Ставятся лайки На видосы Это по кайфу И не забывайте Подписываться Чтобы не пропускать Новые видосы Так Мне нужно Походу Чуть активнее Играть Да Ривер Что ты там Дядь Поймал Ага В мид Выбежал Ух ты Это конечно Страшно Сейчас было Но без вижена Это Да Это чреват Без вижена Играть Без вижена Играть Чревато Погнали Низ Короче Не знаю Че-то пробегался Да За вивером А толку Вон они в миду Стоят Как сладненько Можно прыгать С ульта Пока есть возможность Нужно Еще не забывать Подфармливать Сейчас юл сделаем Мана будет Бесконечная По сути Кто умер Антимук Так и второй Заход Змеиный Пошел Так Визард Есть Остается Что у меня Маска И ресепи Маска И ресепи Чпойнк Лопнули Все Так Это вот так Главное Чтобы шаман Меня сейчас не зацепил Но я постараюсь Отблинковаться Я так думаю Стараюсь Отблинковаться Если что Так Тэшку Пойди Забираем Да Очень хорошо Найс Все Камон Погнали Надо давать Прокаста Мощного Мощного Варды Бой кто-то Поставил Ну я наверное Заваржу Сейчас Команда Видите Тут приходится Тащить Команда Подфиживает Хоть Наконец-таки Потная Игра И Я очень рад Что сейчас Будет Потная Катка И она Реально Потноватая Будет Потому что Оппоненты Давят Я доминирую Да Оппоненты Давят Все равно Так Есть Юльчик Почему К такой Лоу ХП Выбежит Прям Кайф Бежали Пройдемся Он Пошел К таверу Своему К Т2 Ну был бы Шаман Не ФПК Мне кажется Я бы Сдох Сейчас Потому что Станом Не попал Крипов Засадил Крипов Засадил Реверш Не пробафал Чуть поздновато Ух ты Ну что Замбези Хорошо Сентрики таки есть Тут Сентрики тут имеются Сэфа Лопнули Вот этого Погоняем Может Не надо Дядя Дядя Там каталажка Шаман держит Чтоб не уехал Далеко Не попал Пошел наверно Погнали на базу Маны нету Не сформануть бы еще Жесть Но активно Активно Такие игры я люблю Плюс Лейт На их стороне Это будет Тяжеловато Лейт На их стороне Лейт Стадия Игровая Хорошо Т2 Падает Да у нас Времени мало В этой игре Мне нужно Активнее играть Куда еще Активнее Погнали По низу Толкнем Мид все равно У нас ребята Вроде Дефают Нет или Не дефают Непонятно Вивер Антимаг Там Ну враник Наверное Будем выходить Ребят Почему Потому что Игра Нужно В керри Выходить Тут Осып Принесет Кайф Гоу Гоу Не парься Я за две Тычки Снимаю Крипов Найс Сэп Три Даешь Почему Через Радиенс Так же Ребят Нужно Тащить Тукатку Я всегда Катки Тащу Через Радиенс Да Хоть и Билд Одинаковый Да Но Тем не Менее Чуть Пилим Ух Сэф Там Кастит Честь Все Ульту Пробегал Шаман Подлагивает Видимо Видимо Подлагивает У нас С армлетом Баутихантер Чтобы Понимать Вивер Топ Ломает Блин Это плохо Это плохо Монетка Найс Хорошо Это получше Я кстати Миты Не сломал Сэфу Так Сэфа Лотар Надо Что-то На вставочку Сделать Ребят Надо Что-то На вставочку Сделать Инвизик Ой-ой-ой Это Гетбэк Надо Так Пойдем В лес Зайдем Радик Доколотим Низ Мы не сломали Кстати Пойду Внизу Поковыряюсь Тпшки На базу И ох Как они Сладко Вот так Толпой Будут Стоять Блин У вивера Линка Уже Но мы Тут Проигрываем Пока Что Радик Сейчас Уже Будет Жалко Дискордом Дебафнул Сэф Пришел Проказ Сейчас Будет Я могу Тут Остаться Правда Развернись Надай Малайфайз Там Можно Подработать Жесть Так Вивер Слинкой Нужно Клепать Под него Станы Давать А не В него Я вас Проказ По идее Не убиваю Я антимага Я не убиваю Спроказ По идее Я не убиваю Я не убиваю Я не убиваю По идее Шаман Шаман Саганим Уже Я И вот Все Хочу Чтоб Они В пятером Собрались Вроде Соло Фраги Сыпятся Да Ну У нас БХ Кстати В керри Вышел Но Хочется Конечно Жена Вставочка Жалко Конечно Я Варды Поснимал Пойдем Митлом О нем Так Вивера Не вижу На горизонте Ну Даст Мне Сетку Но Собьется Она Хорошо Блин Вот Эта катка Если бы Это была Первой каткой Вообще Такой Кайф Томбу Сливаем Я хочу Прокаст Дать Они Вместе Не Собираются Пойдет Так 2400 Да Надо Чтобы Враги Вместе Так Толпой Встали Это Там Файт Какой-то Вау Раунд Вон Файт И чисто И пошло Дело Дело Кайфово Втро И хотя бы Такой Прокастик Хороший Да Антимуг Уже Уходит Здравствуйте Здравствуйте Есть Водного Антимуга Там Ультимативное Залетело Хорошо И он Не буду Отдавать Хорошо Ну Шаман Не знаю Что с Шаманом Но он Прям Сайфа Не достал Налево Наверное Ушел Может На ТП Пойдет Смотрю По Карте Не вижу Нигде Проблесков Ушел Маны Не было Особо Ну Пофиг Так 3 800 Давайте Фарсу Сделаем Будем Вонючим Искейфером Дополнительно И Монопул Сейчас Поднимем Немножко Ребята Там Дерутся Опять Я Пойду На базу Сгоняю Возьму Тревел С Тревелами Будем Работать Тут Фулплатфарм Делаем Хорошо Так Вот Так Вот Делаем Вжести У меня Затар Забавный Забавный Затар Так Тревел Берешь Свои На базу Сф Масочку Там Купил Тревел Он Короче Решил Тупо Сплитить Сф Парень Порстав Найс 1100 Маны Идет Так Наша Задача Знаете Что Делать Сейчас Это Вот Вот Так Вот Так Вот Вот Так Вот Собраться Топ Толкнуть Вести 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 Топу Возможно Блин Там Драка В пятером Они пойдут Сейчас Я топ Деф Иначе Нет смысла Топ Потеряем Зомбика Убили Уже Да Пойдем У нас Вставочку Не дадут Сделать Тут Форсаж Форсаж Даешь Пойдем По миду Сэф Что делает Смотри Что Сэф Делает Так Ну Они Идут Ко Мне Забайтил Здесь Нам Нужен Такой Байт Хороший Вот Нету Таких Моментов Что Будет Как Забайтил Как Забайтили На Драку У меня Форстаф Есть Что Еще Ну Не Буду Ничего Нажимать Хотя Могу Засейвить Убьем Куда Дядя Вроде На Топ Пошел Да Ну Серьезно О Мап Хак Все Таки Попал Мх Мх Вот Это Мх А я Уже Я подумал Ну Станом Я не Попал Наглый Поц С моп Хаком Не Кикайте Его Ой Ну Они Выкикнули Вот Ненавижу Эту Кик Систему Ну Реально На Лоу ПТС Только Можно Не Кикать СФ Взяли Кикнули Блин Но Все Таки Работает Это Проклятие Да Так Ну Сейчас Антимаг Сразу Слате Девает Проклятие 4x5 Называется Опа Антимаг Так Я не Забафал Подстанем Хорошо Погнали Это ГГ Изи Кутка Получается Сейчас На Вставочку Рампагу Сделаем Вот Здесь Ультра Килл Красивой И Можно Заканчивать Гайд Тогда У нас Будет Целиком Закончен Две Скучные Игры Одна Более Менее И все Опять Таки Что Поделать ПХ Наяривает ПХ Наяривает О Здорово Давно Давно Было Лаг Хотите Вы Сказать Я думаю Это Вообще Может Интернет Полностью Дропнулся Как думать Я Я Умер Умер Скорее На На 100% Почему Скажете Вы Да Потому Что Они Мне Сбили Просто Все Понимание Драки Вот Этой Че Куда То Че Бежать Обида 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 Ладно У нас Будет Еще Возможность Еще Разочек Ворваться В драку Сделать На Вставочку У меня Задача На Вставочку Сделать Максимально Потная Задача На Вставочку Гайд На Самом Деле Получается По Геймплею На 3 На 3 Хотя Я Говорил Что Катки Будут Интересные Но Видимо Я Ошибся Но В целом Понимание Игры На Сан Кинге Данный Гайд Раскрывает Поэтому Не Вижу Смысла Будет Переигрывать Не Вижу Смысла Добил Так Че Там 26 Секунд Еще Это Долго Давай Давай Вот так Делаю Окей Никто Не Хочет Ничего Нажимать Ой Ой Сейчас Тут Как Запили Сосим Ва Хорош Вайбэк Вивер Я Подпылесосил Келочек Подпылесосил Бэйбэк Короче Сейчас Вот Точно Будет Врыв Лютый Драка Конкретная Будет Точно Будет Драка Главное Четко Прыгнуть Толпой Пацаны Стоят Сейчас Будет Драка Все нормально Все Хорошо Видно Камон Чувак Зачем Ты Менее Хочешь Вау То есть Вот это Зацеп Не На Вставочку Не Получится Походу Да Вставочка Тут Не Будет Ладно Че Ни Придумаем Че Ни Придумаем Все Рано Где Там Вивер Форсик 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 Вовсе Не Медведь Антиму Хочет Ультануть Меня А я Фуловый Нет Вот Вот Так Сделай Хорошо Ай-яй-яй Вот это Я Конечно Пацану Подсобил Подсобил Пацану Так Что Сделаем Экторин Сделаем Экторин Наверное вместо дискорда или до максим догон эзериал можно сделать вместо дискорда до шаман подлагивает всю игру эзериал сделаем вместо дискорда давайте через эзериал бахнем пола затаргетить можно будет кого-то но ребят честно какие катки есть такие есть очень жалко конечно что гайд такой красивый до поначалу немножко руинится геймплеем но потому что не знаю пишу вроде по стандарту игры должны быть интересны нам как-то не удается как-то не удается по ходу так дискорд помойку хорошо зарел имеется мы так и спушить не можем билд интересный даже получается активный именно активный билд активный активный билд так и зарел даю ор хорошо и зарел имеется там один кто-то фф не написал еще один человек и написал эзериал прикиньте как вообще соло контроль может быть прям вообще четенький очень четкий контроль может быть вот этого пацана мне кажется 1100 хп убиваю бы за проказ ты все еще и зарел оттуда дают сто процентов этом погоне и вершу кучевич против рубена рубиковича краска жесткие беготни стол латенция жестко пойдет когда там бензопильщик газует но это кстати на вставочку можно сделать вставочку хочу а нет не получится что-то они чересчур жирные чуваки чувака бры тупо то есть а я так думал первый врыв такой нигма братка стуль это кстати плохо может быть но у меня еще много кнопок можно еще немножко поиграться об смотри как могу любит всех и потерял папа там есть кнопочка до дастики там безя еще так но от таймингов играем просто и все жестят и мозги им наморосил актарина себя не хватает на мозги наморосил такого сент кинга я люблю еще бы на вставочку что-то но нет нет варианта на вставочку но мы кстати играем что-то мб пятером сможем уже в пятером актарина бх-фигася вин волки перезаряжать что скальнишь скальнишь скальни там Спасибо, помог добить Красавчик Да, в антимага, конечно, и зерелом кидаться Немножко тяжеловато Опа Как я четенько застилил его Погнали дальше, комбим Комбим, ребята, на вставочку надо Да что ж такое-то На вставочку надо Санкинг, ты хен Нет Опа, вардецкие зашли Блин, как бы это задефьюзит-то За шок украл Хорошо, ой-ой-ой А я сейчас живой тут Ё-моё Опа Смотри, как умею Еще на лоу хп рампагу сделаем, как обычно Это бывает Тимук идет Блин, ну хпшек нету прям Прям Сентри вдруг там есть Опасненько Там линка откатилась У меня хп восстановились Тупо С блатстоуна Найс Вот так Кстати, закончить не можем Не можем спушить Мне нужен какой-то артефакт, который будет меня лечить Какой-то артефакт, который будет лечить Мы не сломаем подсчет Хорошо Так, из Эреалы Октарин вместо Яула Вместо Радика Октарин Можно вместо Радика Октарин Почему нет Радик В Куру Мы не можем спушить почему-то Либо мы не пушим Либо мы не можем спушить Или Дагон просто нафиг Вместо Яула Да Вот так вот А че нет Но с маной будут сейчас проблемы по идее Октарин теперь нужен Октарин нужен Спасибо за подписку Не забывайте подписаться, ребят Спасибо всем Ух ты Кстати, это смерть Успей Иззарелся дать Хорошо Что ты от меня хочешь на антимаге? Антимаге Жмыхнул меня Ультом Но можно было попытаться ему Дагона дать, да? Вообще ничего не нажал я Зафокусили Давай, давай Ластычка Там центри по-любому есть Надо вместе собраться уже А то мы так сейчас Но тяжело Я уже не знаю, что собирать Я собрал на дамаг Там линка В линку не варик нажимать Антимаг тоже плотненький Сам по себе Трэш игра на самом деле Она начинает такой Знаете, оборот принимать Напряжный Я хочу сделать на вставочку У меня не получается Мне нужно трипл килл хотя бы Или ультру И все И гайд окончен А то трипл килл не хочет вставлять Там какой-то под колодец Да, там запрыгнул Но если не сделаем То придется То придется В первом если соберутся Будет норм Так, это не моя Кура умерла Не хотят Но это будет тяжело У шамана уже рефреш Там Сейчас на топе фарм забираю Топ толкну Дальше хуже будет Их четверо Вивер подтаскивает их Жалко, они не стакаются Эти пилы, да Можно их максимум Там на ОЕ-шку раскидать И все Это бестолковая Вещь вообще Эти пилы Реально бестолковая Вивер ломает Молодец Таракана гоним по кухне Таракана на кухне Сам пошутил Сам посмеялся Хорошо Акторин хочется Конечно Пойдем По этой стороне Виверу на прокаст Мой Пофиг вообще Сейчас вообще в керри Переодеваться будет Неопознанный Билд У нас получается Так Триста Так вот Есть Так Ребята там Остались Да Я по низу Пойду аккуратненько Очень хочется Акторин Вместо Радиенца Наверное Сделаем Вместо Радиенца Пока Бэнтимуб Купил Да Вместо Радика Сделаем Акторин Ребят Как ни крути Нужно Радик Радик Нужен Радик Нужно Продавать Ну вот Сейчас Начнется Такая Тема Что я С демиджа С магического Ничего Не буду Наносить Не получится Ничего Ничего Не получится Можно Курьера Запихнуть Радик Курьера Радик Запихнуть Но тем не менее Не очень Хотелось Куда он Идет На зомби Очень плотно Я еле Еле Его Сливаю Да Фулл Прокастом Аки Радик Дропнем Радик Дропнем На 60 секунд Челла Я с игры Выкинул Радик Продадим Не будем Оставлять Его В кури Хотя игра Может затянуться Настолько Сильно Что это Может Зарешать Давайте Пока Не будем Делать Поспешных Решений С продажи Радиенс Не будем Делать Поспешных Выводов Если что Радик Пригодится Эду Давай Давай В него Даже Мне кажется Блэкхоль Можно На енигме Парнишки Стесняются Тп На низ Затянулась Не можем Спушить Там Шаман Дефит Этими Незервардами Это Действительно Становится Проблемой Как Закончить Эту Игру Хорошо Радик Скинем Пусть Будет Пусть Будет Пойдет И по Низу Наверное Оставим Где-то Там Запиливать Гоу Го Вивера Нет Можно Работать Хорошо Ух Антимуги Большие Антимуги Я пошла Хорошо Форс Пожалуйста Отлично Пойдет Драка Неплохая Там Надо Помочь Чуваке Чувакабри Того Пуш Пофиг На Вивера Пофиг На Него Как Антимагу Больно Когда Вот Не Вода Такую Кнопку Дают Блин Что Такое Что Они Добай Бай Коется Идут Драться Опять Змею Мое Что Что Это Такое Что 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 Такое Опять Змеи На Вивер Нарезает Конечно Да С яда Умрет С яда Умрет Куда Энигма Полетела Пойдем Мид Пойдем Мид То есть Не Можем Спушить Ё Мое Реально Не Можем Я Сейчас Еще Не Крачей Докуплю Типа Но Серьезно Есть Такие Игры Я Тут Буду Выкладываться Не Можем Низ Никак Спушить Реально Даже К Баракам Не Подошли Близко Этериал Дагона Не Теряет Свою Актуальность Лейт Гейму Потому Что Всех Много ХП Становится Единственное Кто Не Теряет Это Есть Какой Там Бонус Амплификация Какая Вот Это Круто Это Уже Круто Так Погнали Сюда Сэпо Выводит Непонятно Так Внизу Файты Стрит Файтерс Нанизу Я Попушу Файтеры Файтерами Но Надо Как-то Выигрывать Эту Игру Правильно Ух ты Как Башит Сразу Заказ Умадам Постоим Почилим Дядь Что Там За Файты До сих Пор Идут До сих Пор Драка Идет Тупо Собьем А Нет Хорошо Опа Наперед Стан Даешь Туши С руки Опять Он Змей Сюда Ставит Да Что Ты Будешь Делать Ой Ой Это Как Вообще Запушить Со Змеями Это Это Ужастик И Змеи Это Что-то С чем-то Уже 6000 Еще Некрономикона Есть У меня Сверху Еще Он Сюда Поставил Да Ты Че Он Наркоманик Это Наркоманик Так Ну Надо Поддеф Ливать Тут Это Жестко Реально Шаман Тупо В Деф Ставит Змей И не Можем Зайти Ну Дагоны Надо Продавать Дагоны Свои Отжили По Сути Тимак Уже Шестислотовый Конечно Жестковато 50 минут В дефе Чуваки Стоят Ой Ой Ого На вставочку Вот это Конечно Врывчик У нас Тут Вот это На вставочку Нормально Хорош Красиво Прям Энигма Костанула Ну реально Красиво На вставочку Ребята Прям На вставочку Пойти Без момента Какого-то Ядерного Да Не хватает Дамаги Так Ну-ка Запиливание Не прекращать Вот это Жестко Я понимаю Тут тоже Радиенцам Подрабатывают Да ты Ой Промахнулся Ладно Еще страшно На топе Уже Радиком Подпушил Что за Бред Но Но Это Просто Бред Какой-то Я не знаю Что Это За Игра реально что это за игра кура с рогенцами сделала больше чем чем мы не знаю чем я получается пол хп о еще опять змеев дэв так но я на базу полетел мне тут неинтересно гони крономиконом сделаем кратчей и кратчей можно еще кирасу в куру либо я не знаю куда еще и залил жесткая что-то тема какая-то премьер бы что-то на реген болотку сделаем лодку лодку пронфила не регенит а вот что сейчас брать такое даша при генела пила не дает ничего так не кратчей не кратчей монопулы поднимать какие-то как-то надо еще не кратчей будем перекидывать все равно надо хп в курьере поднять point booster купим будет чтоб не слили быстро его курьером раньше можно было транквилой до обузить регенился курьера сейчас нельзя к сожалению хорошо вот так вот манку закинул все и пошел реген ман так ну что погнали у меня заряженный курьер я готов антимаг сотревает там чувак без бкб до эх так жалко нельзя прикиньте если можно было так ну-ка забираю вот это это на первый слот вот это сюда вот это сюда чё за много контроля обрываться надо уже я тут состою о его 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 ой 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 что-то такое не кратча там сами бегают душаются достань хорош нет ой 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 ооо вот это на вставочку жесть у меня там курьер жирный чувак но честно не было возможности вообще что-либо подконтроливать в этой драке ну потому что жесть сорян я там даже не крономиконов где-то дропнул потому что нужно было уже работать в рейсбэндом кто-то разобрался этот а вон не кратчили жесть но честно не было времени то что-то думать ну и что вот такой вот у нас получается ребятки игровой процесс в принципе я думаю этого достаточно будет для того чтобы понимать как играть на санкинге и что нужно делать две игры изичные и одна вот такая потненькая я думаю вам на гайд все равно пойдет ну и в принципе думаю на этом гайд мы и закончим напишите какая вам игра понравилась напишите что вам непонятно я постараюсь комментариях ответить ну и конечно же не забудьте поставить лайк и подписаться на канал ну и в принципе все спасибо всем за просмотр всех как говорится с новым учебным годом и пожелаю всем удачи друзья всем до скорого